Книга пятая. Глава первая. Лето 1905-1906 годов. Примель. Свои памятные записки я прервал на том, как в феврале 1905 года мы всей семьёй в пять человек в сопровождении племянницы Сони Лансере отправились на продолжительное пребывание за границу, в Париж. Я только что тогда успел закончить свою часть работ по устройству грандиозной выставки русских портретов в Таврическом дворце, однако не пожелал остаться ещё на три дня, когда должно было состояться её торжественное открытие в присутствии царской фамилии. То было своего рода бегство. Надлежало как можно скорее увести нашего маленького четырёхлетнего Колю, лишь впоследствии переименованного в Коку, из зловредного для него петербургского климата. И надо было особенно с этим спешить, так как упорно ходили слухи, что с минуты на минуту может произойти общая завастовка. В воздухе уже чувствовалась революция в связи с тяжёлым положением на Японском фронте и под потрясшим все слои впечатлением от кровопролития 9 января. Генеральная забастовка, нечто до того времени никогда не бывавшее, грозила прервать, быть может, и на очень долго железнодорожное движение. А там предвиделись всякие другие осложнения и непорядки. Денег у нас оставалось от отцовского наследства 1015 в облигациях. Но, кроме того, я заручился через зятя Женя Лансере Юру Арцебушева совершенно верным и немаловажным заработком, заключавшимся в сотрудничестве с одной из самых распространённых газет в Руси. Прибавлю тут же, что после двух фильетонов это моё сотрудничество, к сожалению, прекратилось. То ли из-за моего общего несозвучия с тоном и направлением газеты, то ли потому, что моё пребывание в каких-то эстетических эмпереях показалось уж очень несвоевременным. Эта утрата материальной опоры привела к тому, что, очутившись на чужбине, мне с женой сразу стало очень неуютно. Тем более, что, покидая надолго Петербург, мы распростились с нашей недавно нанятой и во всех отношениях прекрасной квартирой на первой линии у Тучкова моста, а все наши вещи были расставлены по складам, по родным и знакомым. У нас на родине не было больше ни кола, ни двора, самого дома. К этому материальному вопросу я постараюсь более не возвращаться, но должен сказать, что именно он нас чрезвычайно мучил в течение всего этого времени, двух с половиной лет, которые мы тогда прожили за границей. Тем более, что моментами этот вопрос обострялся в чрезвычайной степени. С точки зрения нормального благоразумия, наша вся эта тогдашняя авантюра могла бы подвергаться и очень сильной критике. Но нам казалось, что иного выхода нет, и что для спасения нашего мальчика такая жертва необходима. С другой стороны, надо признать, что в этой авантюре, наряду с мучительными и тревожными, было немало радостных моментов. И в общем, у нас сохранилось о том времени скорее светлые воспоминания. Много способствовало тому, что мы целый год с осени 1905 года провели в божественном Версале, а оба раза на лето возвращались в Британь, в которой и у меня, и у жены, и у детей было какое-то чувство удивительной близости и нежности. Весной 1905 года, когда мы уже несколько месяцев прожили своим домом в Париже, настал момент решить, где нам поселиться на лето. По совету нашего, все того же парижского доктора Боэляра, мы остановили свой выбор на местечке Локерек, на северном побережье Британии. Тогда как возвращаться в Примель, где нам так хорошо было 8 лет назад, не хотелось. А вдруг разочаруемся? А вдруг все в Примеле до неузнаваемости изменилось? Однако, попав в Локерек, это местечко показалось нам столь невзрачным, обыденным и скучным, настолько уступающим божественному Примелю, что я сразу отменил установленный план, и, последовав зову души, один проехал в Примель, где на месте удостоверился, что все в нем по-старому, что это все столь же исключительно чарующее место, а к тому же сразу нашлось и подходящее обиталище. Я отправил условленную телеграмму жене, приезжайте. А уже на следующее утро мы снова все были в сборе в Примеле. Атя с помощью взятой из Парижа прислуги быстро привела в порядок нанятый нами только что построенный домик, стоявший не среди деревушки, а отдельно в поле, и наладила хозяйство, наняв в помощь крепкую старуху Мари и подручную девочку лет 14 Марии Жозефину. В обязанности же Сони Лансере входил присмотр за детьми. И на сей раз при нашем домике не было сада, но стоит ли об этом сожалеть, когда вокруг в нашем полном распоряжении было столько простора, столько живописного, и все было насыщено дивным морским воздухом. Не было и отдельной для меня мастерской, но об этом я менее всего жалел, так как пространный чердак с довольно крутым слуховым окном оказался вполне пригодным для работы. А работать я собирался без устали и с упоением. Как раз тогда я решил оставить водяные краски и перейти на масло, заделаться настоящим живописцем. И сразу увлекся этим новым для меня делом в сильнейшей степени. Мне казалось, что в масле мне легче будет применить на деле те советы, которые я высмотрел у импрессионистов и вообще у современных художников. Целые два года я после того и в Британии, и в Париже, и в Версале писал больше маслом, нежели акварелью. И у меня за этот период накопилось большое количество этюдов разного формата. И все же я так и не превратился в масляниста. Нечто кровное, наследственное, какие-то с детства привитые навык и вкус взяли вверх. Тем не менее, работа маслом принесла мне пользу. Я лучше научился схватывать общее, смелее выбирать краски и выработал более широкую технику. Наконец, я окончательно поборол в себе наклонность к изящной манерности. Если, в общем, мы нашли премель в 1905 году таким же, каким мы его покинули в 1897 году, то все же некоторые перемены произошли и здесь. Но только, слава Богу, не было перемен в чудесной дикости общего характера этого удивительного уголка Британии. По-прежнему совершенно первобытной оставалась уходящая в море гранитная коса, кончающаяся скалистой глыбой мыса Премель. Всюду виделись вычурные, изъеденные морем розовые камни. Лишь места, ближе лежащие к деревушке, отданы были под посевы и огороды. Возникшие за эти девять лет постройки состояли лишь из двухэтажного белого дома, в котором поместился кабак, четвертый по счету, и из двух дач буржуазного типа с примыкающими к ним новопосаженными садиками. Все это не портило общего характера. Одна из этих дач, ближайшая к нам, принадлежала жителю Сен-Жермен, Ан-Лай под Парижем, мсье Ледор, с детьми которого у наших детей сразу завязалась тесная дружба, особенно с обоими мальчиками, девятилетним Пьером и восьмилетним Жаном, прозванным почему-то Жан-Дуду-Адмирал. Это были очень милые и воспитанные дети, умевшие бурно резвиться, не впадая, однако, в какое-либо озорство. Ведный Пьер, которого мы особенно полюбили, был убит в Первой мировой войне, 1914 год. Были в той же семье и девочки, такие же благонравные и веселые, как мальчики. Из старшего поколения мадам Пупон, хозяйка большого отеля, носящего ее фамилию, с прежней деловой мудростью и неослабевшей властной рукой, управляла своей процветавшей гостиницей, но мадам Тальбот, имевшая столь разительное сходство с жабой, уже пять лет как покоилась в земле, а ее отельчиком заведовал ее бездарный, вялый и слащавый сын. Он же был непрочь напиваться в компании с рыбаками и рабочими в собственном эстамине, кабачке, пристроенном сбоку основного здания. В отеле Тальбот мы поселили наших новых знакомых, поэта Бальмонта с супругой и с пятилетней дочкой Ниночкой Бальмонт, ставшей вскоре любимым товарищем в играх нашего Коли. Однако вместе с ними поселилась еще поклонница, муза, поэта, молодая барышня, фамилия которой никто из нас не знал, но которую принято было означать одним только именем Еленочка. Такой явный супружеский треугольник в этом глухом захолустье возбуждал немалое недоумение, и пересудом среди местных дам не было конца. Да и держали себя эти пришельцы очень странно. Поэт неустанно и очень быстро шагал по всей местности, никогда не останавливаясь, закинув гордо голову и глядя в небо. За ним легкой поступью едва поспевала в своей развивающейся Тальме щупленькая Еленочка, производившая на нас скорее жалкое впечатление жертвы. Но никогда нельзя было видеть вместе с ними, разве только в столовой отеле за едой, изящную, чрезвычайно бонтонную, очень культурную и очень приятную Екатерину Алексеевну, урожденную Андрееву. Она тоже возбуждала рот жалости и всякие комментарии. Как-никак она публично являлась в качестве покинутой, обманутой жены. Надо при этом прибавить, что сам Бальмонт на всех наводил страх. Он почти всегда был сильно пьян, а иногда напивался и до чего-то безобразного. Не забуду, как однажды поздно вечером я попался ему в лапы. Обыкновенно мне удавалось избегать его компании. И он уже в темноту протаскал меня по всем четырем пятейным премеля и даже, несмотря на все мое сопротивление, дотащил меня до кабака в селе Плугану, два километра в гору, дабы и там отведать местные водки. Видя, в какой он аргиастической экзальтации, я опасался, как бы он не натворил чудес, вроде тех, которыми он тогда же прославился в Париже. Одно из чудес заключалось в том, что он с пятого этажа повыбрасывал часть мебели хозяйской в окно, прямо на улицу. На силу я его уломал вернуться к себе, но тут и в виде финала он устроил еще шумный дебош в эстамине отеля Тальбот, наговорив мне на прощание массу дерзостей, и я был уже у себя в постели, когда все еще доносились сквозь рокот прибоя его призывы и ругательства. Вероятно, немало труда стоило обеим его дамам уложить его и успокоить. Должен сказать, что и в трезвом виде Константин Дмитриевич не был мне приятен. Отталкивающее впечатление производила на меня одна его наружность, хотя нельзя было отрицать, что в ней было много своеобразного и замечательного. Небольшая голова со светло-рыжими волосами и с несколько подслеповатыми, близорукими, светло-серыми глазами, с светло-рыжими усами и барбишкой на старомодный лад была подперта высокими воротничками. Длинная же фигура Бальмонта пребывала, когда он ходил или лежал, иногда раскинувшись на траве, в каком-то косом положении, которое он, быть может, считал грациозным. Одна эта особенность придавала его осанке нечто неизменно напряженное. Его манеры напоминали актера, играющего роль лавелласа-бредтера. При этом воскомерная гримаса, нескрываемое выражение какого-то своего безмерного превосходства над другими. Бальмонт никогда не бывал естественным. Он никогда не раскрывался, не откровенничал, не пытался входить в душевный контакт с кем бы то ни было. Его манера цедить и отчеканивать слова действовала на нервы, так же, как и его склонность к декламации. Попросту с ним беседовать не было возможности. Он либо дерзил, обдавая собеседника горделивым презрением, либо как-то вещал, или возносился в высшие сферы поэзии, то и дело цитируя стихи, как оригинальные, так и переводные, со всевозможных языков. Знал он наизусть сотни и тысячи стихов. И хоть бы Бальмонт произносил эти стихи так, чтобы можно было их легко понять и оценить. Благодаря его читке, чуть нараспев, с подчеркнутым ритмом, все выходило одинаково выспренним, вздутым. А если такая декламация затягивалась, это действовало как снотворное, и мне становилось и вовсе не по себе. Когда я перечитывал потом про себя те же его стихи, то я находил в них и глубокий смысл, а иногда и необычайную красоту образов, и прелестную звучность, но сам автор их искажал до неузнаваемости. Кроме Бальмонтов за нами последовало несколько знакомых, вследствие чего оба наших бретонских лета 1905-1906 годов получилось вовсе не уединенными. Моментами получалось даже и некоторое от того неудобство. Однако я постепенно научился как-то любезно отделываться от милых, но подчас лишних людей. И в сильной степени мне в этом отношении помогала моя Анна Карловна, которая в этом отношении, как и во многих других, была идеальной подругой художника. В общем, эти знакомые украшали нашу жизнь, развлекали нас, но в то же время не мешали нам вести тот образ жизни, который был нам свойственен. Такие случаи, как мое ночное блуждание с Бальмонтом по кабакам, было чем-то совсем исключительным. Из самых первых, кто после Бальмонтов последовал за нами в Примель, был наш новый знакомый, необычайно милый и прелестный человек, художник, князь Александр Константинович Шарвашидзе. Шарвашидзе Чачба Александр Константинович, 1867-1968, живописец и театральный художник, после революции жил и умер во Франции. Его род принадлежал к самой достоверной и древней кавказской аристократии, а предки его были, как говорят, даже царями Абхазии. Ну, Александр Константинович, хоть и был очень породист с виду, однако, обладая весьма скудными средствами, вел жизнь более чем скромную. Родной дядя нашего друга занимал выдающееся положение при дворе. Он был управляющим делами вдовствующей императрицы Марии Федоровны и, кажется, ее гофмаршалом. Он был женат на особе прекрасных душевных качеств, умный и образованный, но с виду напоминавший простую деревенскую бабу. Как это так случилось, что такой изящный и пленительный человек связал свою судьбу с такой удивительно к нему неподходившей особой, никак нельзя было объяснить. Но вряд ли тут подействовало минутное увлечение страсти и еще менее материальный расчет, нечто окончательно чуждое Александру Константиновичу. И он и она были настоящими бедняками. Относился он, во всяком случае, к Екатерине Васильевне, если и не без каких-либо проявлений нежности, то все же с изысканной вежливостью. Брак этот состоялся, если я не ошибаюсь, за год или два до нашего приезда в Париж, и у Читы были уже малолетние дети. Но, кроме того, Александр Константинович взял на себя воспитание своего племянника, что доставило ему немало забот и даже удручения, так как Жорж, тогда мальчик лет 12, хоть и был очень милым отроком, однако не проявлял никаких способностей или влечения к школьной науке. Мне, впрочем, казалось, что и наш князь едва ли был образцовым воспитателем. Это был вообще великий чудак. Его доброта легко переходила в преступную слабость, и в то же время он был нелепо вспыльчив, крайне непоследователен в своих поступках и классически ленив. Из всех моих знакомых художников он был, несмотря на подлинную даровитость, наименее продуктивен, и лишь впоследствии, женившись после развода с первой женой на Будковской и войдя в тесный контакт с театральным миром, он в качестве искусного декоратора более наглядно проявил свои способности. Театр со своей вечной срочностью хоть кого перевоспитает. По существу же Шервашидзе оставался и впоследствии таким же чарующе туманным, такой же складной душой, охотно подчиняющийся и мнению, и воле других, и не боровшийся со своей трудно одолимой склонностью к ничего не деланию. Это не мешало ему быть всегда опрятно одетым, отличаться большой воздержанностью в пище и в питье. В Примель он явился как-то неожиданно и собрался провести там все лето. Из экономических соображений он поселился не в гостинице, где полный пансион стоил тогда всего пять франков в день, а нашел он как-то сразу маленькую комнатку у наших рыбаков-соседей, молодоженов Клех. Хорошенькая Маргарита Клех, которую я не раз рисовал в 1897 году, была теперь замужем за красавцем, но и отчаянным пьяницей тоже по фамилии Клех. В низенькой пристройке к их крошечному домику с одним только покоем Шарвашидзе и устроился. В шутку он утверждал, что первоначальное назначение этой пристройки было служить свинарником. Пол здесь был битый земли, а обстановка состояла всего только из деревянной кровати и рукомойника, висевшего на веревочке. Кроме того, Шарвашидзе привез с собой большую коробку масляных красок, складной мольберт, складной треножный стул и очень нетяжелый чемодан. Насильные вещи были развешаны, ничем не прикрытые по гвоздям, вбитым в стену. Единственное окно, выходившее на огород, освещало этот покой потомка абхазских монархов. Гостеприимную мою Анну Карловну удручало, что князь плохо питается. Его меню состояло неизменно из хлеба, правда чудесного, деревенского, с толстой хрустящей коркой, молока, простокваши и крутых яиц. Но лишь изредка удавалось моей жене заполучить его к нам. Приходилось уламывать, и он всячески уклонялся из какой-то преувеличенной деликатности и гордости. Маленькие Ле-Дуре охотно поддавались излучению его редкостного шарма, однако дали ему прозвище «Князь Апаш». Он с готовностью принимал участие в возне всей примельской детворы, а особенное же впечатление произвел он на всех на том импровизированном спектакле, который был устроен в день именин обеих Анн, 26 июля. В этом дурачливом представлении, кажется, текст был выработан Пьером Ле-Дуре, Шервашидзе взял на себя роль палача, тогда как маленькая Атя исполняла роль чуть ли не Шарлотты Корде. Общими усилиями наши дамы соорудили шервашу, эффектный костюм, а накрашенные брови, глубокие морщины, окровавленные руки и деревянный меч придавали добрейшему Александру Константиновичу достаточно лютый вид. Сколько было хохоту, когда князь Апаш явился перед всей компанией в таком виде, причем он выказал и несомненный талант, чудно представляя из себя внушающего ужас зверя. Прибавлю еще, что непреодолимая склонность Шерваша к ничего не деланию отразилась и на его художественной продукции. Прямо непонятно, как, находясь все время в тесном контакте со мной, он не заразился моим усердием. Его трофей на поприще художества свелся к одному букетику полевых цветов, к автопортрету, писанному при помощи бритвенного зеркальца, висевшего на стене, и к моему рисованному карандашному портрету, исполненному по заказу Рябушинского, о чем дальше. Но ни одного пейзажа, и вообще чего-либо из того, что ему давала бретонская природа. Таков уж был Шервашидзе, и с ним ничего нельзя было поделать. Прибавлю, что и букетик, и автопортрет были написаны мастерски и с удивительным вкусом. Полным контрастом Шервашу явился другой русский парижанин, тоже вскоре к нам присоединившийся. То был наш тоже недавний знакомый Николай Георгиевич Платтер. Как Шервашидзе, так и Платтер были приятелями Степана Петровича Еремича. Причем дружба, связывавшая Шервашидзе с последним, восходила к очень давним временам, к тому времени, когда они оба еще были киевлянами и работали под начальством Прахова. И Платтера дети заставили играть какую-то роль. Но то было не в доморощенной пьесе, а на костюмированном вечере. Его удачно превратили в изящного кавалера-мушкетера, украсив его светло-серую фетровую шляпу с траусовым пером, пришив к ботинкам вырезанные из картона отвороты и накинув на плечи дамскую мантильку. Но лицо Платтера не нуждалось в гриме. Он и так походил, благодаря своим светлым усикам и острой бородке, на фатоватого дужку тенора из какой-либо романтической оперы. Платтеру было тогда не более 23-24 лет. Он был щеголем по природе и сам считал себя не без основания неотразимым. Говор у Платтера был ласково вкратчивый. Он непрестанно рисовался и улыбался, любил, чтобы его называли бароном, хотя и не принадлежал к титулованной ветви этой исторической польской, балтийской фамилии. Все это не мешало и Еремичу, и Шарвашидзе посмеиваться над приятелем, что он благодушно сносил с грациозным терпением. Ему казалось, что он так хорош, так мил и так пленителен, что никакое вышучивание не может нанести ущерба его достоинству. Меня коробила его беззастенчивость, тот цинизм, с которым Платтер хвастался своими женскими победами, но возможно, что он действительно имел основания ими хвастаться. Дамы в его обществе начинали вести себя несколько по-иному, и их смех становился более звонким и игривым. В Премеле Платтер сразу завел интрижку с одной парижанкой, которая жила вместе с мужем в отеле Пупон, где поселился и Николай Георгиевич. Эту даму прозвали Премельская Венера, И действительно, она была чудесно сложена, в чем было нетрудно убедиться, всякому, так как она купалась не в тех закрытых купальных костюмах, в которых благопристойность повелевала тогда дамам входить в воду, а в тесно облегающем трико телесного цвета, обрисовывавшем, особенно когда Венера выходила из воды, все приятные подробности ее телосложения. Это казалось тогда, и в таком захолустье ужасно неприличном, и дама сразу стала притчей во языцах всего купального общества и каким-то олицетворением парижской порочности. Это подстрекнуло Платера, и он сразу повел атаку. Крепость сдалась быстро, и уже через неделю можно было встретить нашего мушкетера и Венеру на самых далеких уединенных прогулках, то в низкорослых еловых рощицах, то среди лабиринта скал, где так удобно было играть в прятки. Платер, попав в компанию художников, сам заделался таковым. В Париже он нашел большую мастерскую, обставил ее небезызвестной нарядности и любил в ней задавать пирушки, которые, как говорят, кончались настоящими оргиями. Он только что тогда получил довольно крупное наследство и сорил деньгами на все стороны. Будучи до смешного тщеславен, он любил, чтобы его принимали за крезы. Была в нем еще одна черта, которая и послужила нашему сближению, а именно он был коллекционером. И особенно удивительно то, что при самых скудных и самых поверхностных знаниях он все же под влиянием Еремича стал довольно тонко разбираться в достоинствах художественных произведений, особенно в старинных рисунках. Это и сблизило его с Еремичем, который обладал такой же страстью при несравненно более основательных знаниях и более утонченном вкусе. Коллекционировать на последние гроши стал тогда и Шарвашидзе, и все мы стали тогда клиентами магазина Пруте, и разных антикварных лавочек, ютившихся по набережной левого берега Сены. Впоследствии в России, уже в революцию, коллекционерская страсть и коллекционерская практика как Платтера, так и Еремича в чрезвычайной степени пригодились обоим. Еремичу это даже позволило немного спустя сделаться хранителем кабинета рисунков в государственном Эрмитаже. Оба не только продолжали собирать рисунки, но принялись с большой удачей и торговать ими. Часть собранного и того и другого была вывезена с разрешения советского правительства из России и распродана в отеле Друо. Составлению своей очень замечательной коллекции Платтеру помогло то, что он сделался в 1920-х годах организатором художественных аукционов при бывшем обществе поощрения художеств и таким образом он как бы мог стоять на страже всего того, что происходило на художественном рынке в Петербурге. Свою торгово-коллекционерскую деятельность Платтер продлил затем и в эмиграции. Сначала очень удачно служа посредникам и комиссионерам, но с годами его страсть к вину в соединении с его крайней беспечностью превратила когда-то изящного пятиметра в довольно жалкого представителя богемы. От бывшего оперного мушкетера, от шалого барина, любившего угощать шампанским всех, хотя бы ему и вовсе незнакомых присутствующих в каком-либо кабаре, или одаривать цветами всех там же находившихся дам, от всего этого остались одни воспоминания. Однако своего нюха Платтер не утратил, и к его посредству и советам охотно прибегали все, кто или тешил себя приобретением прелестной старины или торговал таковой. К сожалению, карман бедного Николая Георгиевича как был дырявом, таким и остался. Все, иногда и довольно крупные суммы, какие бы он не заработал, мгновенно уходили на попойки или в одиночестве, или в компании, такой же, как он сам богемы. Скончался он осенью 1957 года в Париже. С Еремичем читатель этих записок уже знаком, но как будто я не упомянул о том, что Степан Петрович за целый год до нас поселился в Париже. Еремича стало как-то непреодолимо тянуть в чужие края. Отчасти это мои рассказы разожгли издавна горевшую в нем страсть к художественному собирательству. Но для того, чтобы отправиться в Париж и там надолго поселиться, требовалась значительная сумма денег, а скудный случайный заработок, что приносила графическая работа, не давал возможности какой-либо капиталец отложить. И вот заказ акварелей для нескольких серий открыток, издаваемых Красным Крестом, общиной Святой Евгении. Собрал ему эти деньги, приблизительно полторы тысячи рублей, и на это он отважился отправиться за границу. Осмотревшись, ему удалось еще немного подработать, что дало ему возможность продлить пребывание в Париже еще на два с лишним года и собрать, по моим следам, совершенно удивительную коллекцию, в которой рядом с превосходными итальянскими рисунками шестнадцатого и семнадцатого веков красовалось немало французских, и среди них даже такие имена, как Ватто, Фрагонар, Гюбер, Робер. Объясняется это тем, что Париж в то время все еще был наводнен обилием подобного товара, и что еще не успели использовать это немецкие и американские любители. Прекрасных вещей, поступающих на аукционы, было так много, что французы расхватывали лишь самые сливки, а остальное куда-то тут же проваливалось и оказывалось, часто потеряв свои атрибуции, в самых скромных лавочках. Вот этих лавочников стип и посещал с особенной выдержанной последовательностью. Питаясь одной картошкой и овсяной кашей, он зато не пропускал ни одной оказии приобрести за несколько франков вещи и весьма значительные. В день нашего приезда он встретил нас на вокзале и сразу отвез в очень приятную и недорогую гостиницу на Люде обсерватер, нас упротив памятника двух знаменитых аптекарей, тогда еще не превращенного немцами в пушки, в которой им были задержаны для нас три комнаты, где мы прожили целых две недели, пока не нашли себе квартиру на хорошо знакомый нам Рю де Ламбр. Ровно нас упротив дома, в котором мы прожили с осени 1897 до весны 1899 года. Столовались мы там же, за тем же Табльдотом, за которым сидел симпатичный и тогда очень любимый молодой художник Аман Жан. Чуть ли не на перроне Северного вокзала Еремич стал хвастаться своими действительно удивительными находками. Причем, вероятно, для того, чтобы мне не слишком было завидно, он тут же заявил, что ряд вещей декоративно-архитектурного порядка он приобрел для меня. Сам Еремич жил на улице компань-премьер в доме, целиком состоявшем из мастерских. Его огромное во всю южную стену окно выходило на большой сад, принадлежащий, вероятно, и по сей день женскому монастырю. Этот лесистый вид с птичьего полета наш друг пробовал изобразить несколько раз на довольно крупных полотнах. Эти его вещи не лишены были своеобразной прелести. Прямо под его окнами находилось среди кустов капелла, и нередко можно было наблюдать, как к ней под нежное печальное пение тянулись вереницы одетых в светлые монахинь. Не будучи вовсе религиозным человеком, кажется, я в своем месте уже представлял Еремича как убежденного приверженца Вольтера, он все же умел ценить всю эту романтическую атмосферу, и когда ему пришлось покинуть Париж, ему было особенно больно расставаться именно с ней. В этой его чересчур светлой и голой мастерской он прожил четыре года. Лишь летом 1906 года он перебрался на время нашего отсутствия в нашу Версальскую квартиру. Живя в Версале, он и там написал ряд больших мастерски исполненных, но, как всегда, чересчур серых в тоне этюдов, и, между прочим, центром одного из этих парковых мотивов явилась мраморная группа лошадей Аполлона, прячущихся среди густых кустов сирени в стороне от знаменитого грота. Эту картину он назвал «Дань почтения Гюбер Роберу». Серость колорита Еремича была чем-то ему органически присущим. Яркие колеры и особенно зеленые он ненавидел. И в зависимости от этого он выработал целое учение, будто живописец может вполне обходиться всего тремя красками костью черной краской, желтой охрой и белилами. Будто смесь кости с белилами дает благородную и вполне достаточную синеву, а смесь охры с костью заменяют всякие оттенки зелени. К этой гамме он лишь в редчайших случаях примешивал венецианскую красную. Такая явная ересь не мешала Стипу создавать вещи и очень приятные и декоративные, особенно же он преуспевал в акварели, в которой пытался подражать гварде. Стип и в примеле, где он прогостил около месяца, сделал один большущий квадратный этюд прямо с натуры, причем нистовство непрестанных бретонских ветров не позволяло ему пользоваться обыкновенным мольбертом, а приходилось ему привязывать свои подрамники толстыми веревками к торчащим наподобие менгиров из земли каменным клыкам. И все же Борей вырвал однажды такую конструкцию и далеко умчал Стиповскую уже почти законченную картину. На силу он ее догнал и спас. Закончу этот свой рассказ воспоминанием о том, что общество Шервашидзе, Еремича и Платера, к которым еще присоединился милый студент-филолог Саша Смирнов, приехавший изучать на месте древний язык арморики и милейшая художница Кругликова придала нашему бретонскому пребыванию значительную и своеобразную прелесть. Кругликова Елизавета Сергеевна 1865-1941 живописец и график мастер афорта монотипии и силуэта. Ее мастерская в Париже была своего рода русским художественным центром с середины 1900-х до середины 1910-х годов. Альбом у ее монотипий Париж накануне войны в монотипиях Кругликовой Петроград 1916-й год Бенуа предпослал небольшой вступительный текст вместо предисловия Кругликова в Париже. Наслаждаясь всей грозной и жуткой дичью Британии, мы одновременно не теряли связи с городской культурой. Не помню, чтобы когда-либо я или моя жена начинали хандрить, хоть и часто лил дождь, хоть ураганные ветры и трясли наш домик. Помянутая присоединившаяся к нашей колонии Кругликова вместе со своей неразлучной подругой мадемуазель Селье произвела в Примеле некоторую сенсацию уже потому, что их привез не поезд и не дилежанс, а прикатили они прямо из Парижа на велосипедах, что представлялось тогда каким-то подвигом. Не найдя свободных комнат в Примеле, обе подруги художницы поселились в соседнем местечке, но виделись мы с ними каждодневно, то они наведывались в Примель, то мы всей семьей совершали прогулку в Сен-Жан. Впечатление произвел и их спортивный костюм, особенно их штаны шаровары. В Париже к этому давно привыкли, одно время около 1895 года. Костюм секлистки стал даже чем-то вроде профессионального мундира для особ уличной профессии, но вне Парижа и на больших дорогах такая одежда все еще представлялась диковинной и даже довольно предосудительного характера. За последние месяцы мы как раз тогда очень сошлись с Елизаветой Сергеевной, и это несмотря на то, что ее искусство и особенно присуще ему несколько любительский оттенок, не могло нам импонировать ни мне, ни моим друзьям. Вовсе не импонировало нам и старание Кругликовой идти вместе с веком, быть передовой в духе времени. Все это, однако, не мешало этой некрасивой и стареющей девице обладать большой притягательной силой. Она отличалась исключительной живостью темперамента, страстно всем интересовалась, что и позволило ей устроить у себя в Париже на улице Боасоннат что-то вроде русского художественного центра, усердно посещаемого не только русскими. Была она и очень отзывчива, разные бедняки и неудачники нередко прибегали к ее кошельку. Она же устраивала у себя простодушные балы, из которых мне особенно запомнился один костюмированный, когда весь дворовый садик перед ее дверью был завешан цветными фонариками, а в ее двойной мастерской была устроена сцена, на которой выступали разные любители с шансонетками и монологами. Всех тогда поразила своей миловидностью одна из дочерей Плеханова, одетая пастушкой с картины Буше, и очень всех позабавила на редкость некрасивая старая дева с потешным английским акцентом, пропевшая тогда популярные песенки, среди которых одна начиналась словами «Я самая хорошенькая из всех молодых девиц». Угощение на таких пирушках бывало в высшей степени обильным, но и совершенно беспретенциозным домашним. Непременным гостем Кругликовой бывал добродушный Макс Волошин, дружба с которым у меня тогда и завязалась. Денуа, посвятивший Максимилиану Александровичу Волошину 1877-1932, небольшой очерк о Максимилиане Волошине 1932 год, писал, что основой их дружбы было мое любование им как цельной своеобразной фигурой, и что не так уж много в истории живописи, посвященной только настоящим художникам, найдется произведений, способных вызывать мысли и грезы, подобные тем, которые возбуждают импровизации этого дилетанта. Александр Бенуа размышляет страницы 233-я и 234-я. Жил он где-то по соседству на бульваре Эдгара Кене, снимая мастерскую скульптора в нижнем этаже. Несмотря на молодость лет, его лицо было украшено густой рыжей бородой, а на плечи падали такие же рыжие вьющиеся волосы, что придавало ему какое-то сходство с древнегреческим Юпитером. При этом он был очень близорук, и благодаря этому в его взгляде было нечто отсутствующее, а в сложении этого коренастого довольно полного человека не было ничего величественного. Не совсем было понятно, почему ему понадобилась мастерская художника, раз он тогда живописью не занимался, но возможно, что он уже тогда в интиме что-то пробовал, что пригодилось ему впоследствии, когда он вместе со своей молодой, прелестной и талантливой женой Собашниковой расписывал собственными руками построенный храм Теософов. И тогда, когда он, поселившись безвыездно в Крыму, в Коктебеле, создал длинную серию очаровательных акварельных пейзажей. Вернее, антропософов. Храм строился в годы Первой мировой войны в Швейцарии, в Дарнахе по проекту основателя антропософии Рудольфа Штейнера 1861-1925 и носил название Гётеанум. В строительстве принимали участие ученики Штейнера из России Белый, Волошин и другие. Возвращаясь к Кругликовой, в качестве по-настоящему парижской художницы Елизавета Сергеевна пробовала свои силы в разнообразных техниках и одно время очень увлекалась монотипией, что её особенно тешило тем, что это печатание не требовало строгой обдуманности и тем менее точности в рисунке, в красках, а эффекты получались случайно, сюрпризом. Тут было нечто игривое, нечто совсем не серьезное и не внушительное. Но сама Кругликова была такая живая, такая смешная с виду, носатая, похожая больше на стареющего мужчину, чем на женщину, и в то же время такая добродушная и благожелательная, что все её очень быстро принимались любить и всячески ей это выражать. В своих же акварелях с натуры она старалась подражать манере позднего импрессиониста Мофра, с которым она была лично знакома. Эти её быстрые наброски были мало убедительными в смысле передач того, что видел глаз, но они были довольно приятными по цвету, по мокрому разливу красок, безделушками, а главное, они были куда более модерн, нежели наши работы, мои, Сомова, Добужинского, Серова, Лансере и Остроумовой, в которых мы уже тогда устарелые пережитки девятнадцатого века, добросовестно старались запечатлеть как можно точнее то, чем мы были пленяемы в натуре. Если я не ошибаюсь, то та же Кругликова привлекла в примель двух других наших соотечественников, двух русских мюнхенцев, о которых было тогда немало толков, Явленского и его подругу Марианну Веревкину. Явленский Алексей Георгиевич 1864-1941 живописец с 1896 года учился в школе Ашбе в Мюнхене. С этого времени жил в Германии в годы Первой мировой войны в Швейцарии. Веревкина Марианна Владимировна 1870-1938 художница жена Явленского как и он училась в школе Ашбе в Мюнхене. Вот Явленский тот был уже не на шутку передовым художником, что он и доказал сразу, когда мы после завтрака отправились на этюды. Далеко не пришлось ходить, ибо прямо на дороге, ведшей к нашему домику, нас пленил мотив груда камней разноцветных оттенков. Та часть, что была ближе к морю, была черного с оранжевыми пятнами, выше ее лежал слой светло-голубоватого и розоватого шарообразного отшлифованного морем булыжника, к нему примыкала кайма зеленой травы, а над всем этим виднелись поля с золотистыми снопами снятого хлеба. Все это было окутано дымкой пасмурного, но тихого и теплого дня, причем ничего особенно яркого и цветистого в этом не звенела, не кричала. Уселись мы врозь, и я не видел, что выходило у товарищей, ни у Кругликовой, ни у Шарвашидзе, который, впрочем, сразу устал и лег тут же на траву, ни у Явленского, Марьянна Владимировна осталась с Анной Карловной. У меня и у Кругликовой в конце работы длившиеся часа полтора вышло нечто похожее на то, что было перед нами. Но каково же было наше удивление, когда мы взглянули на холст мюнхенского мастера. Ничего похожего на природу и на данный эффект. Зато его этюд рычал с самыми яркими колерами оранжевого кадмиума, кровяного краплока и сияющего ультрамарина. Сам художник был очень доволен таким результатом. Он был уверен, что подошел вплотную к заветам и Сезанна, и Гогена, и Ван Гога. Я же тогда понял, чему теперь учат в той самой мюнхенской школе, в которой еще недавно царили Пилоти, Дитс, Ленбах или Трюбнер и Лейбл. Явленский и Веревкина остались всего на два дня в Примеле, а может быть и меньше. Еще менее продолжительным, но и несравненно более эффектным было посещение Примеля другим соотечественникам. Пожаловал этот гость в три часа пополудни и уже в шесть отбыл, но пожаловал он на великолепной, грандиозной открытой машине, что одно было великой диковинкой, так как автомобилей на бретонских дорогах, тогда и вовсе еще не было видно. Был тот гость, сам Николай Палч Рябушинский, тогда еще никому за пределами своего московского кружка неизвестный, а уже через год гремевший по Москве благодаря тому, что он пожелал продолжать дело Дягилева и даже во много раз перещеголять его. Считаясь баснословным богачом, он возглавлял всю московскую художественную молодежь и в своей вилле «Черный лебедь» стал устраивать какие-то удивительные пиры, а то и настоящие афинские ночи. В той же вилле он держал на свободе, пугая тем соседей диких зверей. Сам Николай Палч что-то по секрету пописывал и производил весьма малоталантливые картины в символическом или, как тогда говорили, декадентском роде. Наподобие Алтевиада он всячески бравировал филистерское благоразумие старосветской первопрестольной и швырял деньги охапками. Его появление у нас было совершенно неожиданным, ибо я не имел ни малейшего понятия о таком представителе московского именитого купечества, приобщившегося к последним западным течениям. Но появление Николая Палча тем более всех поразило и озадачило, что он приехал не один, а с прелестной, совершенно юной, но уже славившейся тогда испанской танцовщицей, не могу вспомнить ее имени. Он таскал ее всюду за собой и совсем вскружил ей голову, но не только своими авантюрами, сколь буйным образом жизни и сорением денег. Был он малым статным, с белокурами, завивающимися на лбу, если не завитыми, волосами, а лицо у него было типично русским и довольно простецким. Что же касается его манер, то, казалось, точно он нарочно представляется до карикатуры типичным купчиком-голубчиком из пьес Островского. И говор у него был такой же характерный московско-купеческий с легким заиканием, ударением на О и с целым специфическим словарем. Иностранными языками он тогда почти не владел и, как он объяснялся со своей красавицей, оставалось тайной. Вероятно, формулы любовных объяснений были ему известны на каком угодно языке. Успел же он объездить весь свет, побывать даже и у людоедов Новой Гвинеи, где однажды ему дали вина не в кубке, а в черепе врага того племени, среди которого он оказался, и вождь которого, таким образом, особо почтил гостя. Тогдашний Рябушинский был фигурой весьма своеобразной и немножко тревожной. На что я ему понадобился? И для чего он примчался до самого Финистера? Я сразу не мог понять, тем более, что он сам был, видимо, смущен и старался скрыть это. Как-то уж очень был развязен, ягозил и путал. Наконец, он все же объяснился. Я ему понадобился, как некий представитель отошедшего в вечность мира искусства, как тот элемент, который, как ему казалось, должен был ему облегчить задачу воссоздать столь необходимое для России культурно-художественное дело, и который помог бы набрать нужные силы для затеваемого им в первую голову журнала. Название последнего было им придумано «Золотое руно», и все сотрудники должны были сплотиться подобно отважным аргонавтам. он предложил мне возглавить эту его затею. Когда же я, порядком испугавшись столь решительного натиска, от подобной степени участия уклонился, он тут же попросил меня хотя бы разрешить ему включить меня в ближайшие сотрудники, причем сообщил, что моему творчеству будет посвящен целый отдельный номер. Творчеству Бенуа был посвящен десятый номер журнала «Золотое руно» за 1906 год. В номере был альбом репродукции с работ художника и биографический очерк Шервашидзе Александр Бенуа. Все это как-никак тронуло меня, и если я ему и выказал вначале некоторую недоверчивую уклончивость, то к концу беседы у нас все же установился довольно гармоничный контакт. Тронуло меня еще то, что он усадил наших и кого-то из примельской детворы в свою машину, из которой испаночка так и не вылезала, и повелел шоферу в течение получаса покатать их по окрестностям. Дети были в восторге, но мы с женой до их возвращения пережили порядочную тревогу, особенно потому, что шоферу было наказано мчаться во весь дух. Вполне кстати, визит Рябушинского пришелся милому Шарвашидзе. По моему совету Николай Павлович заказал ему мой биографический очерк и мой же портрет, все для того же моего номера, и тут же он вручил нашему князеньке довольно крупный аванс. за портрет карандашом принялся Александр Константинович на следующий же день. Трудился над ним довольно долго, но в конце концов справился с задачей прекрасно. Получилось одно из удачных моих изображений. Я жалею только, что он напечатался слишком бледно. Таким же ураганом, каким он примчался, ухарь меценат затем умчался, чтобы попасть еще к ночи в Париж, обещая снова появиться зимой. Пожаловали к нам в Примель и двое моих братьев Леонтий с супругой и Мишенька. Наконец собрался посетить Примель и дражайший мой друг Костенька Сомов, но это среди лета 1906 года. Мне вообще трудно разобраться, что именно из разных семейных событий произошло в Примеле в 1905 году и что в 1906 на расстоянии оба бретонских лета как-то слились в одно. С пребыванием Леонтия у меня связано воспоминание о каких-то его гастрономических утехах в отеле Пупон, увенчавшихся изумительным обедом с бесконечным количеством блюд в лучшем ресторане Мурле. С пребыванием брата Мишеньки связано во-первых то, что он привез детям целый воз игрушек и среди них прекрасный оснащенный двухмачтовый корабль, с которым дети затем целые дни возились на пляже, а вернувшись в Париж на бассейне Люксембургского сада. Вспоминается и то, как именно с Мишей мы предались изучению той пещеры, что выдолбило море в скалах мыса Примель. Попасть в нее можно только в часы отлива, когда еще не обсохли ее стены, а отполированные камни, коими она выложена, кажутся точно лакированными и отливают всеми красками. Приятно было при таких экспедициях во время отлива ходить по плотному, гладкому, уже почти сухому песку, огибая пешком те черные рифы, которые только что были яростно осаждаемы волнами прилива. Что же касается Досомова, то он пробыл с нами всего два дня, хотя и был совершенно зачарован всеми бретонскими красотами. Один дикий вид открывающейся стропинки, ведший к окрещенному нами Мануару, который мы прозвали Слепой дом, вызвал в нем такой восторг, что он даже объявил этот вид самым прекрасным пейзажем на всем свете. Мануар замок средневековый. С Костей я тогда же сделал довольно удачный наброс к акварелью, пока он отдыхал, любуясь закатом с верхнего камня нашего далеко в море выходящего мыса. Летом 1906 года я один повторил свою экскурсию в жутко прекрасный Плуманах, где я к своему приятнейшему удивлению нашел своего кузена Ганса Бартельса со всей его семьей. Они поселились там в большом отеле на все лето, и Ганс без устали и с юношеским увлечением делал этюд за этюдом морского прибоя. Два дня, проведенные вместе с ним, оставили во мне самые приятные воспоминания, но это была наша последняя встреча. Изредка потом мы еще с Гансом переписывались, а там он еще далеко не старым человеком и скончался. Бартельс был на два, на три года моложе моего брата Альбера. Сын его Полли, композитор, посещал нас одно время в Париже, а затем исчез. Одно время он пользовался в Берлине некоторой славой. Продолжала ли одна из его сестер артистическую карьеру, она удивительно искусно лепила животных и птиц из разноцветного воска, я не знаю. Возможно, что он неисправимый курильщик сигар вторично и окончательно отравился никотином. Глава вторая 1905-1906 годы Версаль, Париж Далеко не столь радужной оказалась осень, наступившая после чудесного лета 1905-го года. Хоть как раз тогда мы исполнили свою заветную мечту, поселились в самом центре Версаля, на Рю-де-ла Паруиз, в очень удобной и светлой квартире на первом этаже над антресолями. Себе под мастерскую я выбрал ту комнату, что в нормальном буржуазном быту должна была служить столовой, в силу чего ее стены были обнесены панелью в метр высотой, а обои были темные с красноватым отливом. Но глядела моя рабочая комната на усаженный кустами двор прямо на север, что было художнику особенно желательно. Я собирался развернуть в ней плодотворную деятельность, что и исполнил, но, к сожалению, не в каких-либо приятных чувствах, а, напротив, изводясь от тревоги и самого острого беспокойства. Особенно мучили все более грозные вести, приходившие с родины. События там достигли наконец такой степени, что даже на несколько дней, а то и на неделю и больше, прекратились всякие сношения с Россией. Мы оказались отрезанными от всего и не на что было рассчитывать. Как раз известие об общей забастовке было получено тогда, когда в Версале поселились к нашему большому удовольствию наши милые друзья Радьковы-Рожновы, Александр Николаевич и Зинаида Владимировна. Узнав, однако, что железнодорожное движение прекратилось на пространстве всей западной части империи, они сразу собрались и пустились в обратный путь, но уже не нормальным маршрутом через Германию, а круговым через Финляндию. За ними последовали и супруги Баксты, Левушка и Любовь Павловна. Приехали они еще довольно согласными супругами, а отбыли в состоянии полного раздора. Левушка даже не проводил Любовь Павловну до Родины, а остался в Париже. Жили Баксты в Версале в гостинице в двух шагах от нас и ссорились безбожным образом, поочередно являясь к нам и обвиняя друг друга на все лады. Их жалобы и обвинения приходилось выслушивать то мне, то Анне Карловне, и каждое такое обвинение сопровождалось требованием безусловного согласия и соболезнования с докладчиком. Со стороны, однако, нам казалось, что вся их тяжба сплошной вздор, и мы всячески старались урезонить враждующих и привести их к миру. В конце концов, несовместимость характеров приняла такую остроту, что дальнейшее сосуществование оказалось для них невозможным, и вскоре супругами Бакстами было затеяно бракоразводное дело. Их сменили Щербатовы, князь Сергей и княгиня Полина Ивановна. Эти супруги являли полный контраст с той враждующей читой. Между ними царили мир и согласие, что было нам тоже вполне согласным супругам, особенно по душе. Щербатов собирался надолго обосноваться в Версале, так как задался целью написать целую серию картин с версальскими мотивами, однако почему-то он предпочел не обзаводиться собственной квартирой, что в то время не представляло никаких трудностей, а снял целый апартамент в самой дорогой гостинице Версале, в ныне более несуществующем «Отель Де Резервуар». Правда, из этой гостиницы был прямо выход в парк, и это представляло известный соблазн для художника. Но причудливый наш князь возил с собой целый зверинец, несколько собак, кошек, двух обезьян, одну увестите он подарил нашим детям и, кажется, еще попугая. Такая компания в отдельных условиях была совсем неуместна. Отсюда постоянные жалобы и протесты как со стороны отельной дирекции, так и со стороны соседей постояльцев. А молва о чудачном русском барине быстро распространилась на весь Версаль. Нам присутствие Щербатовых, особенно в такую эпоху, было только желательным. Моя жена полюбила необычайно милую княгиню, а я отводил душу в беседах на всякие темы, преимущественно художественные, с Сергеем Александровичем. К сожалению, мне мало нравились его работы, хотя писал он в парке почти беспрерывно, с раннего утра до темноты. Очевидно, у него было совершенно иное видение версальских пейзажей, и мне Щербатовская интерпретация казалась и фальшивой, и просто любительской. Но сам художник был доволен и считал, что он с каждым этюдом делает большие успехи. Отбыли Щербатова уже ближе к весне, когда путь в Россию был восстановлен, а он спешил в свое прелестное поместье, дабы приложить приобретенный опыт в работы с русской природой, благо, ничего у них дома не пострадало, и красота подмосковного лета манила неодолимым образом. Поговаривал князь уже и тогда о каких-то очень монументальных символических композициях, а также о постройке собственного дома в Москве, который был бы одновременно и чем-то вроде особняка и приносил бы значительный доход. Но свою мечту о таком доме Щербатов исполнил гораздо позже при участии молодого и очень даровитого архитектора Таманова, который был женат на моей племяннице Мизе Эдвардс. Дом Щербатова на Новинском бульваре в Москве, ныне улица Чайковского 11, был построен архитектором Тамановым в 1912-13 годах. В его композиции была объединена традиционная схема городской усадьбы и многоярусная структура доходного дома. Теперь нужно сказать несколько слов о моем, о нашем отношении к тому, что происходило в России. Я уже упомянул в четвертой части этих записок о том, что и я не устоял против того стихийного порыва, который охватил все слои русского общества под действием неудач японской войны, особенно же под впечатлением того гнусного события, которое известно под названием «Кровавой бани 9 января». Редкий человек тогда не считал, что какой-то полный поворот, иначе говоря, какая-то революция, является неизбежной, а то даже и желательной. Но были оттенки, и даже очень существенные в этой массовой психологии. Когда Витте удалось вырвать у государя подпись под указом 17 октября, и когда благодаря этому у многих возникла надежда, что теперь желанное переустройство осуществится, что будет создана Государственная Дума, и при ее участии будут произведены необходимые реформы, то это более или менее успокоенное множество увидело уже близость достижения своих вожделений. При этом представлялось желательным, чтобы известные и могучие сдерживающие силы продолжали действовать, дабы удержать государственную колесницу от свержения в бездну. Требовалась великая осторожность, всякая же поспешность могла бы повести к катастрофе. Даже те, кто не доверял самой личности Николая Второго и видел в его неспособности править государством главную беду, и те были уверены, что отныне монархическая власть будет в значительной степени обезврежена, пагубный произвол обуздан. К таким осторожным и благоразумным элементам принадлежал почти весь наш парижский кружок, да и мое личное отношение при всей моей органической чуждости политики было подобного же характера. Но были и такие элементы, которые питали прям-таки какой-то суеверный мистический культ самой революции как таковой, и они были заранее готовы продолжать борьбу до конца за нечто, если и довольно туманное, то все же заманчивая в какой-то своей озаренности свободой. В них говорил пленительный дух авантюры, нечто однородное с игральным азартом. И таких представителей борьбы до конца, до какого конца, не всем было ясно, мы знавали немало, и к ним, между прочим, принадлежало несколько из тех моих друзей, которые были самыми влиятельными членами редакции «Мир искусства». В этом лагере в одной из многочисленных его секций оказался, между прочим, и мой друг, тогда все еще друг, Дима Философов и супруги Мережковские. Как раз тогда они все трое перебрались из Петербурга в Париж и проживали теперь где-то в отеле. Заставил же их покинуть Россию страх, как бы им не поплатиться за то, что они выпустили втроем книжку род обвинительного акта, направленного лично против царя. Сообщаемые здесь факты несколько расходятся с ныне известными. В настоящее время нет сведений об издании в России книги, представляющей род обвинительного акта против царя и послужившей причиной отъезда Мережковских и философов в Париж. Неизвестен и ее французский перевод под названием «Меч». Не исключено, что в памяти автора мемуаров объединилось несколько событий из литературной деятельности Мережковских и философова в 1905-1907 годах. В начале 1906 года пишут Азадовский и Максимов. Мережковские и их единомышленник философов, а также Бердяев и Булгаков, пытаются объединиться в группу под названием «Меч». Так называлась статья Мережковского, вошедшая в его сборник «Не мир, но меч». И даже проектируют издание аналогично заглавленного журнала. В журнале «Золотое руно» 1906-й год, номер 2, страница 120-я сообщалось, в Петербурге возникает новый религиозно-общественный философский и литературный журнал «Меч» при близком участии господ Мережковского и Бердяева. В том же 1906-м году сборник «Меч» был предложен известному мюнхенскому издательству «Пипера». Однако ни одно из этих начинаний не увенчалось успехом. «Брюсов и весы» к истории издания в книге «Литературные наследства» Валерий Брюсов «Москва» 1976-й год, том 85-й страницы 290-321-е. Между тем книгой и памфлетом направленным против царя, в которой каждому из трех названных авторов принадлежали отдельные главы, была книга «Летре Этла Революсион», но она, судя по воспоминаниям Гипиус, Гипиус Мережковская, Дмитрий Мережковский, страница 159-я, была написана в Париже, где и издана в 1907-м году. Каждый из них в этом памфлете, носившем явный характер оскорбления величества, написал по главе, и, насколько мне помнится, книжка была издана и во французском переводе под многозначительным титулом «Меч». Это было время, когда Гипиус изящно кокетничала с разными парламентскими заговорщиками, и среди них и с самим Савенковым. И тогда же в их салоне на улице Теофель Готье образовалось нечто вроде штаб-квартиры революции, куда захаживали всевозможные персонажи революционного вероисповедания. В парижской квартире Мережковских собирались по словам Гиппиус смотрите Дмитрий Мережковский две группы посетителей. К одной из них относились общественные деятели, в частности Бунаков, член партии эсеров, познакомивший Мережковских с Савенковым. Другую составляли современные французские художники, среди которых иногда бывал и Бенуа. Кажется, тогда же у них установилась связь с Керенским. Впрочем, я сам там бывал редко и мне претило вся эта отдававшая легкомыслием и любительством суета. Сам же я тогда снова стал сотрудничать в перцовском слове, иначе говоря, в органе октябристов. В 1906-1907 годах Бенуа писал для газеты слова «Парижские заметки» о салоне независимых, салоне «Шам де Марс», о монументальной скульптуре и другом. 1906 год, 29 марта, 15 и 19 апреля. Последняя заметка о русских концертах в Париже появилась в 1907 году, номер 162. Слово «Ежедневные газеты», издававшиеся в Петербурге в 1903-1909 годах, вначале как орган правых земцев, с начала 1905-го по июль 1906-го года правых октябристов, а затем сторонников партии мирного обновления, образовавшейся после раскола либерального лагеря в ходе революции 1905-1907 годов. Заняв промежуточные положения между октябристами и кадетами, она прекратила вскоре существование из-за отсутствия поддержки в общественных кругах. Не то, чтобы я действительно сочувствовал их программе, но я искал заработка, и печататься в слове, держась исключительно художественной области, мне представлялось наиболее для себя подходящим. Однако, за такое мое ретроградство мне попадало от некоторых моих друзей, как от тех, с которыми я встречался в Париже в первую голову от Димы Философова, так и от тех, что писали мне из России. Как раз тогда некоторые из нашей группы художники, более горячие и прям-таки озорные, затеяли ряд сатирических журналов, в которых они собирались проявлять свое сочувствие революции. Сначала цензуре было не до того, чтобы заниматься их преследованием, но когда власти осознали, что острый кризис миновал, они стали притягивать особо провинившихся к ответу. Среди этих провинившихся оказались даже такие ручные крамольники, как Билибин, а наш новый знакомый, близкий приятель Добужинского, добродушнейший Гржебин, даже угодил в кресты за уж очень дерзкий графический выпад против государя под титулом Орел Оборотень. Этот рисунок был помещен в первом номере сатирического журнала «Жупел», выходившем в конце 1905-го, начале 1906-го годов. После третьего номера журнал был запрещен цензурой, все его номера были конфискованы. Редактор журнала «Гржебин» 1865-1929 был арестован и приговорен к шестимесячному заключению. Аресту подвергся и Билибин. В литературной части журнала принимали участие виднейшие писатели, в том числе Горький, а в художественной почти все участники мира искусства. Так, в том же первом номере журнала был воспроизведен знаменитый рисунок Серова «Солдатушки, бравые ребятушки», исполненный по впечатлению от расправы правительственных войск с петербургскими рабочими 9 января 1905 года. В своих письмах из Петербурга эти мои товарищи, среди них, разумеется, были и Жене Лансерей, Нурок, требовали, чтобы и я присоединился к ним. Однако, даже если бы я захотел, то у меня ничего бы не вышло. Такое донкиходство, такое махание саблей по воздуху, заимствую это выражение из одного потаенного письма Антокольского. Было мне не по душе. Единственной ожиданию подобным настроением явился мой рисунок для первой страницы одного номера жупела. При мне здесь нет материалов, чтобы в точности установить, было ли то в жупеле или в шуте, или уже в сатириконе, с подписью «И вот начинается». Рисунок был воспроизведен в журнале «Сатирикон», начавшем выходить в Петербурге в 1908 году, номер 27. Он был напечатан черной, желтой и красной красками и представлял оказавшееся пророческим изображение грозного и отвратительного бога войны, выступающего на авансцену Европейского театра. Сидоров, русская графика начала 20 века, очерки «Истории и теории», Москва, 1969 год, страница 170. Рисунок этот был сочинен, когда стали ходить слухи о новой войне и во мне заговорило мое пацифистское нутро. Изображал рисунок смерть в виде увенчанного шлемом скелета, отдергивающего занавес, за которым открывались груды трупов и всяческого оружия. Мысль о смерти меня вообще тогда преследовала, что и нашло себя особенно наглядное отражение в серии рисунков пером, которые я исполнил еще в Париже для гржебенского сборника «Шиповник». В литературно-художественном альмонахе издательства «Шиповник» книга вторая Санкт-Петербург 1907 год страницы 119-132 был напечатан цикл рисунков Бенуа о заглавленной смерть. Он составлен из шести листов предупреждения, ожидания, поединок, на покой сто лет спустя и двести лет спустя. Впрочем, я и времени не имел, чтобы заняться чем-либо, кроме как выполнением всяких моих издавна затеянных картин и композиций. Особенно ценя получившееся для меня довольно относительное отшельничество, я решил его использовать исчерпывающим образом в разных смыслах. Мне казалось, что наша добровольная ссылка продлится многие годы, а потому мне необходимо, не откладывая, занять какую-то позицию и во французском художестве. Для этого я должен был создать ряд значительных произведений, а не пробавляться одними случайными опытами. В то же время жизнь в ближайшем соседстве с Версальскими садами, со всем, что составляет мир Версаля, воодушевляла меня исключительным образом. До этого времени тесное общение с природой, установившееся во время летних каникул, прерывалось с момента переезда в город. На сей раз это общение не только продолжалось, но и получило особую интенсивность. Я буквально не выходил из какого-то восторженного опьянения. Меня неодолимо тянуло в парк, и я находил в нем неисчерпаемое множество возбуждающих мотивов. И то, что роскошь осени постепенно на моих глазах сменялась благородной суровостью зимних красок, не только не порождало во мне какое-то охлаждение моего восторга, а, напротив, я все более очаровывался всем тем, что я каждый день и по несколько раз в день находил, как только переступал ворота решетки дракона, или, пройдя через главный дворцовый вестибюль, оказывался среди овеянного ветрами простора водного портера. Один воздух, одни сладковато-гарьковатые запахи, шедшие от сырой земли, от стриженных буксбаумов, буковых деревьев, от опавшей листвы, как-то по-особенному настраивали. И все эти восторги тут же отражались в этюдах на холстах крупного формата или на маленьких дощечках и, наконец, в виде заготовок в альбоме, когда погода не позволяла работать прямо с натуры красками. Дома же я работал над вещами, в которых эти же впечатления выливались в более картинную форму. И снова меня стали посещать какие-то подобия галлюцинаций, образы того, что происходило здесь когда-то или что могло происходить среди этой грандиозной и поэтичной обстановки. Так я вернулся к прежней своей теме, к прогулкам Людовика XIV. А когда выпал снег, сказочность картины, получившейся в мягкие зимние сумерки, навеяла мне мысль представить верницу карнавальных масок, выступающих по снегу из-за вычурного фонтана пирамиды. В такие дни у всего бронзового и мраморного населения Версаля как бы возникает особая жизнь. Сады пустеют, нигде ни души, тишина стоит ненарушимая, но эта тишина постепенно как бы наполняется таинственным шептанием. Богини и боги, из которых одни мраморные на высоких пьедесталах, а другие бронзовые, возлежат по краям бассейнов, обмениваются между собой или с нами смертными их поклонниками приветливыми улыбками, а их благородные жесты, их чудесная красота форм манят к себе. И какие тогда появляются во всем оттенки, какие красочные аккорды, как чудесно отливая золотом чернеет на снегу пати на бронзы, каким теплым становится тон мрамора, а какая совершенно удивительная красота получалась в иные зимние вечера часов около четырех-пяти, когда солнце перед тем, чтобы совсем исчезнуть, зайдя за лес, пронизывало густую пелену туч и обдавало всю громаду дворца своими пронзительными лучами. В январе 1906 года снова появился у нас Рябушинский, специально для того, чтобы выбрать что-либо из моих вещей для затеянного им в золотом руне моего номера. И на сей раз он нас распотешил своей повадкой, но я все же лучше оценил его и по существу. Он меня тронул, пусть и провинциал, пусть и примитив, пусть многое в нем напоминало персонажей Островского, все же я не мог не проникнуться симпатией и своего рода почтением к этому купчику меценату, из всех сил пытающемуся выползти из того состояния, которое ему было определено классом, средой, воспитанием и проникнуть в некоторую духовную зону, представлявшуюся ему несравненно более возвышенной и светлой. Во всем том было много милого простодушия, какая-то ребячливая наивность, перед чем мне всегда бывает особенно трудно устоять. А затем, хоть многое из его программы журнала мне показалось и ненужным, и даже вздорным, однако с другой стороны все было настолько полно добрых намерений, что это заставляло игнорировать слабые стороны и напротив сообщало известную пленительность всей затеи в целом. Забрав мои две большие акварели для воспроизведения их в красках в Германии, Рябушинский исчез и больше Версаль не наведывался. Спешу прибавить, что вся деловая сторона была затем справлена безукоризненно. Мои картины после воспроизведения их в красках были мне возвращены в целости, а гонорар за виньетки и за статью о Мятлевском собрании заплачен. В дальнейшем, однако, мое сотрудничество в Золотом Руне свелось к очень малому и случайному. Мне было там не по душе, меня коробил весь специфический стиль издания и весь тот в корне дурной вкус, которым этот архироскошный, но и довольно нелепый сборник отличался от своего прототипа мира искусства. В Золотом Руне было напечатано пять статей Бенуа. Среди них такие значительные, как статья «Художественные ереси» 1906 год, номер 2, страница 80-88, и собрание Мятлевый в Санкт-Петербурге, 1906 год, номер 11-12, страница 35-41. Прожив второе лето 1906 года в Британии, мы не поселились снова в Версале, а предпочли Париж. Как-никак, то было удобнее, ближе к друзьям, ближе к выставкам, к театрам, да и нашим девочкам настала пора учиться. В общем, воспоминания, связанные с нашим новым жилищем на Рю-Нотр-Дам де Шамп, принадлежат к приятнейшим, однако как раз нам тогда выдалось и довольно тяжкое испытание, продолжавшееся несколько недель. Именно там переболели зимой 1906-1907 года все трое наших детей с карлатиной. Сначала маленькая Атя, от нее заразилась Леля, последним переболел Кока, и как раз наш немножко слабенький и часто хворавший сын проболел более тяжело, чем его сестры. Особенно растревожились мы, когда у Коки что-то случилось с глазами, и в течение нескольких дней мы боялись за его зрение. Но под наблюдением милейшего доктора Боэлера все обошлось благополучно, и период выздоровления имел в себе после пережитых страхов и нечто даже специально уютное. Попеременно то я, то Атя занимали выздоравливающих всякими спокойными играми, или же мы читали им вслух. Тогда старшим двум мы прочли, между прочим, и не без удовольствия для себя таинственный остров Жюли Верна. Ещё эта скарлатинная эпоха была замечательна тем, что почти все наши друзья нас оставили из страха заразы. Серёжа Дягилев, как раз тогда приехавший для ликвидации грандиозной выставки в Гран-Палас, о чём ниже, и для налаживания затеянных им концертов русской музыки, не только больше, чем кто-либо боялся у нас бывать, но даже не без ужаса соединялся со мной по телефону. Между тем, нам необходимо было быть в постоянном контакте по всякому ряду вопросов. Предупреждённый посредством пневматички о часе, когда он собирался со мной беседовать, я к этому моменту отправлялся в близкое кафе и оттуда вызывал его. Но и тогда чудак настаивал, чтоб я говорил мимо трубки, так как был уверен, что зараза может проникнуть по проводу. Эта утрированная боязнь заразы была, как мне кажется, у Серёжи и некоторой позой, своего рода кокетством. А в его страхе перед лошадиным сапом, принуждавшим его всегда ездить в закрытой карете, я, кажется, уже упоминал. Кафе, из которого я беседовал с Серёжей, было из очень скромных и находилось у того места, где впоследствии был пробит последний отрезок бульвара Распай, там, где теперь стоит Роденовский Бальзак. Если я не ошибаюсь, именно то скромное кафе, переехав через два дома, превратилось затем в грандиозное кафе Дедом. Из русских друзей единственно бывал у нас почти ежедневно и в течение всей скарлатины Еремич. Ему поручали даже функции сиделки при больных, которых он занимал своими нескончаемыми и весьма фантастическими рассказами-импровизациями. Из всех же французских знакомых остался нам верен Жорж де Вольер, несмотря на то, что у него были дети-подростки, двое юношей и одна девица, которым он мог бы занести заразу. Но де Вольер человек глубоко религиозный, слепо полагался на милость Божью, а с другой стороны считал своим христианским долгом приносить ближнему, в данном случае нам, посильное утешение и ободрение. К большому моему огорчению я не могу вспомнить о Де Вольере как о художнике с таким же теплым чувством, как о чудесном человеке, о семьянине и о радушном хозяине. Несмотря на его, несомненно, искреннюю религиозность, все его творчество, посвященное церкви, носит, увы, какой-то отпечаток фальши. А, впрочем, разве не все церковное искусство, пресловутый арт-сакр наших дней и за все девятнадцатое столетие таково, а многое и гораздо хуже. Морис Дени, Роо, Кокто, Матис. Некоторые исключения составляют творчество Жанны Симон, но и в нем, несмотря на всю ее подлинную душевность и искренность, часто проглядывает что-то специфически клерикальное, поповское. Отчасти то, что весьма непочтительно называют ханжеством. Иначе и быть не может. На всем свете в художественном выражении христианского обращения к Богу ощущается та же фальшь, и дело обстоит не лучше ни в католическом мире, ни в протестантском, ни в иудействе, ни в православии. С квартирой на Нотр-Дам Дюшам связано у меня еще несколько воспоминаний, центром которых является весьма замечательная фигура парижского света. Граф Робер де Монтескью, тогда еще не перестававший считать себя первенствующим образцом всевозможных элегантностей. Монтескью Фезензак де Робер 1855-1922 французский поэт, критик, автор мемуаров, коллекционер. Я сейчас не помню, когда я с ним впервые встретился, но, во всяком случае, к моменту нашей русской выставки осенью 1906 года он уже часто бывал у нас и я у него. Между прочим, он сразу как-то увлекся искусством Сомова и даже приобрел одну его статуэтку даму с маской. Нередко Монтескью заезжал за мной на своем великолепном лимузине с шофером и возил меня по выставкам, по музеям и окрестностям. Попали мы раз с ним и на дачу к очень богатым людям, носившим довольно странно для русских людей звучащую фамилию. Монтескью хотел мне показать их большую коллекцию рисунков восемнадцатого века. Однако, приехав к ним в Шани под Версалем без предупреждения, мы оказались среди какого-то семейного праздника, дом был полон родни, детской шумной возни и о показывании рисунков не могло быть и речи. Этот случай запомнился мне как типичный для Робера, в котором была смесь утонченной воспитанности, громадного опломба, выработанного многими годами царствования, с чем-то удивительно нелепым, неловким, а подчас и бестактным. Возможно, что под всей этой личиной красавца Денди скрывалось нечто несравненно менее упорное, нечто требовавшее вечного взвинчивания, нечто сопряженное с внезапным упадком сил и с чрезвычайной энервацией. Взятая им на себя роль еще с самых восьмидесятых годов какого-то законодателя и арбитра подлинной элегантности была не из легких и требовала постоянного над собой контроля, какого-то постоянного затягивания корсета. Кстати сказать, я не помню, что Монтес-Кью когда-нибудь смеялся. Что именно его притягивало к моей особе, я не вполне понимал, ведь во мне, во всяком случае, не было и доли светской позы, да и в моем искусстве не было и тени какого-либо прецизионного прельщения. Все же вся его манера быть со мной показывала его желание меня завоевать и со мной сблизиться. Это трогало меня, и в то же время мне было как-то неловко. Говорило во мне, как это ни странно, и чувство какой-то жалости. Я чувствовал, что он устал от той роли, которую он играл уже столько лет, что ему хотелось бы большей естественности, чего-то более простого, чуждого всяческого ломания. Но застарелые привычки брали верх, и он продолжал быть тем же кокетом себе и другим в порядочную тягость. У меня сохранился до сих пор и тот подарок, который Монтескью как-то раз поднес в 1906 году. То была книга его стихов «Красная жемчуга». В которую он вложил кроме того сонет, мне посвященный и характеризующий мое творчество. Скажу тут же, что то пренебрежение, которое замечается теперь к памяти Монтескью, представляется мне незаслуженным или не вполне точнее заслуженным. В большинстве его стихотворений нет ненастоящей силы, ненастоящего вдохновения, и их подчас чересчур вылащенная форма, и их выспринность лишены подлинной убедительности. Многое же довольно ходульно и нелепо. И все-таки нельзя сказать, чтоб Монтескью был лишен всякого поэтического дара. Едкое же свое остроумие ему лучше удавалось выразить в его прозаических скетчах, в которых он с легкой ядовитостью осмеивает разные смешные черты своих современников и набрасывает весьма схожие в своей гротескности портреты. Какая-то противоречивость его природы сказывалась и в его роскошном обиталище, в пресловутой его вилле павильон Мус, находившийся в ней и у самого Булонского леса. Этот большой белый каменный дом с элегантным пероном как-то давил на узенькую полоску сада. Садик этот был украшен врытый в землю знаменитый в анналах царствования Людовика XIV колоссальный из одного куска розового мрамора высеченный купелью, когда-то украшавший апартаменты фаворитки Маркизе де Монтеспан. После смерти Монтескью эта ванна была возвращена в Версальскому дворцу и, кажется, вставлена в одну из комнат нижнего этажа. Вестибюль парадной лестницы был заставлен большими мраморными группами, имевшими вид, что они случайно туда попали, а в просторных комнатах отсутствовала какая-либо декоративная мысль, что-либо личное. Одна из комнат с низким потолком антресоль была вся отдана под коллекцию разных уборов, некогда принадлежавших знаменитой в дни Наполеона Третьего царице-мод графине Кастильоне, которой Монтескью питал настоящий культ. Он видел в ней нечто вроде своей предтечи. Странно было встретить в этих безличных и пустоватых хоромах целый ряд жанровых картин бельгийского художника Альфреда Стевенса. То были характерные для Стевенса мастерски писанные полотна, но определенная старомодность изображенных на них когда-то шикарих среди когда-то казавшихся элегантными обстановок не соответствовала всей манере быть их нынешнего владельца, его передовитости и неувидаемости во что бы то ни стало. Несколько раз я завтракал, пил чай или обедал у Монтес-Кью в павильоне Мус. Обыкновенно третьим лицом за столом был или какой-либо художник или писатель. Раза два-три то был виртуозный афортист Хелли, такой же поклонник Версали, как и я. Однажды за завтраком оказался Пьер Лути. Я очень увлекался последним, впрочем, не столько его малоправдоподобными романами с разными экзотическими прелестницами, сколько его удивительно красочными описаниями пейзажного характера. Поэтому я очень обрадовался, когда заехавший за мной Монтес-Кью меня предупредил, с кем я у него встречусь. Но я был разочарован. Не только никаких рассказов и описаний из уст этого маленького с довольно притерным личиком господина я не услышал. Но он вообще все время молчал и лишь как-то в полголоса точно рабея соглашался с хозяином, когда тот для оживления беседы по обыкновению воспарялся и перорировал точно на сцене театра. Перорировал, разглагольствовал. Дружба с Монтес-Кью оказала немалые услуги всем нашим тогдашним затеям, как в момент грандиозной выставки русского искусства в Гранд Палас, так и во время первых сезонов русских спектаклей оперы и балета. Особенно Монтес-Кью оценил мой павильон Армиды, о чем он высказался и в печати, не помню, в каком органе пресса помещена его статья. Но в следующие годы я стал бывать в Париже короткими урывками, а в 1912 и в 1913 годах и вовсе не заезжал и таким образом потерял всякий с ним контакт. Последний раз я увидел его в 1914 году в августе на бульваре Капюсин под вечер в полутемках уличные фонари из-за угрозы бомбардировки были прикрыты абажурами, отчего все получило какой-то зловещий призрачный характер. Монтескью показался мне тогда удивительно постаревшим, осунувшимся, почти жалким. Он не сразу узнал меня и не обнаружил никакой радости. Чувствовалось, что он окончательно убедился в том, что его время прошло безвозвратно, что никакой роли ему в парижском свете не играть, что он уже никак не может служить ни образцом, ни авторитетом. Едва нашлись бы слушатели для его витиеватых, когда-то блистательных вещаний. Монтескью на третьем слове упоминал имя своей кузины и подруги детства графини Элизабет Грифюль, игравшей в том же обществе менее шумную, но едва ли не более значительную роль, как и он. Знакомство же с графиней оказало Дягилеву огромную пользу в момент русских концертов 1907 года и первых его спектаклей, начиная с Бориса Годунова в 1908 году. Она его ввела в малодоступные круги, она даже помогла достать ему нужные деньги, однако у нее я был всего раз и встречался я с ней редко. Зато я принял участие в той коллективной поездке, которую в 1907 или восьмом году совершила компания человек в пятнадцать в ее предстоличное имение Буа-Бурдан. В этой поездке, кроме Сережи и меня, участвовали Мита Бенкендорф и Алексей Захаревич Хитрово. Ехали мы в специальном вагон-салоне, причем всю дорогу туда и обратно неисчерпаемый Мита подчивал нас чудесно поднесенными анекдотами, относящимися к концу Второй империи или к первым годам Третьей Республики. Ему вторил и его вызывал на большее уточнение его сверстник Хитрово, и для меня охотника до всякой и в особенности до интимной старины это было большим наслаждением. Прием же в самом шато графини Грифюль был украшен сеансом кинематографии в небольшом театрике. И опять то было прошлое но не столь уж далекое а относящееся к первым дням существования кинематографа. Любительские снимки были мутными и частично попорченными но это не мешало им быть интересными особенно смешными казались тогдашние моды около 1896 года тем более что и жесты и вся повадка появлявшихся на экране персонажей имела в себе что-то дергающееся судорожное торопливое что придавало всему какую-то кукольность. Сережа громко хохотал радости хитрово не было границ когда он увидел самого себя в обществе божественной Элизабет но тут же он брякнул какую-то бестактность касающуюся ее возраста и наружности так там этот милый человек вообще не отличался а его пронзительный голосок пытавшийся имитировать ту манеру с которой актеры комедии францесс или нашего Михайловского театра представляли мольеровских маркизов придавал его речам удивительно потешный характер это не мешало тому что в Петербурге у него бывали очень приятные собрания приятные главным образом потому что его апартаменты на Сергиевской на Фурштадской были полны прекрасной французской мебели бронз фарфора со стен глядели портреты Гопнера Гэнсборо Ромния Реберна и Лоренса которые он пожертвовал Эрмитажу Гэнсборо В годы в годы о которых я теперь рассказываю Хитрово жил в Париже снимая небольшую квартиру в нижнем этаже одной из элегантных парижских авеню Он был очень напуган первой революцией и решил что места ему больше нет на родине тогда же он увез с собой и эти свои английские портреты хотя он их уже назначил в дар Эрмитажу на мой вопрос неужто он и впрямь лишит наш музей этих шедевров он даже закричал конечно нет конечно я не хочу их оставить королю Витте однако затем в Столыпинские годы он все же доставил эти картины обратно и они одно время красовались в Эрмитаже пока некоторые из них не были проданы за границу понимал ли что-нибудь сам Алексей Захарыч в живописи судя по тому что рядом с этими чудесными произведениями он терпел отвратительный портрет двух мальчиков считая его за оригинал Рейнольдса в этом позволительно сомневаться теперь пора наконец рассказать про ту истинно грандиотную выставку которую Дягилев при ближайшем участии моем и Багста устроил в 1906 году при салоне отель в залах Гранд Палас о размере выставки достаточно свидетельствует то что она занимала четыре огромных зала и целый ряд небольших на ней красовалась немало первейших шедевров русской живописи 18 века и первой половины 19 и в большом обилии были представлены наиболее видные современные художники идея такой выставки возникла под впечатлением знаменитой выставки в Таврическом дворце и тогда нам всем особенно захотелось показать то чем мы были вправе гордиться не одним нашим соотечественникам а всему миру захотелось получить род аттестации от Парижа явилась потребность как-то экспортировать то чем была духовно богата Россия еще раз напомню что мы сами себя считали и тем паче другие нас считали за плохих и даже просто никаких патриотов однако в ряде наших поступков общественного значения все же выразилось нечто что выдавало нашу правда латентную для самих себя и все же страстную любовь ко всему тому в чем мы выросли и чем были напитаны тогда в нас зародилось решение показать русское искусство за границей решение нашедшее затем себе в 1910 году особенно яркое выражение в русских спектаклях из которых особенно восторжествовал русский балет лишний раз тогда проявился творческий и организаторский дар Сергея Дягилева не имея на родине никакого официального положения кажется он к тому времени бросил свою службу в канцелярии его величества который он вообще относился с каким-то циничным пренебрежением Сережа добился того что сам государь не только разрешил повести в чужие края лучшие картины и скульптуры русской школы из дворцов и музеев но и принял на себя расходы по этой грандиозной затее при этом достойно внимания то о чем кажется я уже упоминал что Николай Второй лично не взлюбил Дягилева и ни в какой личный контакт за исключением посещения царем выставки никогда с ним не входил зато весьма благосклонно и сочувственно относился к Сереже малый двор иначе говоря великий князь Владимир Александрович и его супруга великая княгиня Мария Павловна через них главным образом Дягилев и добивался многого из того что ему было нужно или желательно в Париже Сергей нашел себя достаточно прочную и сильную поддержку как в лице состава нашего посольства так и среди французских интеллектуальных кругов особенную симпатию он себе завоевал со стороны председателя общества осеннего салона архитектора Франсиса Журдена пригодились ему и различные французские друзья начиная с Монте Скью и графини Грефюль что же касается доплана выставки то он не вполне соответствовал моим идеям а именно русское искусство было показано с каким-то определенным пробелом в полвека то есть с пропуском всего что дали передвижники посетители выставки должны были переходить от эпохи Брюлова и Бруни прямо к Левитану Серова Врубелю и художникам мира искусства но таков был наш друг таковыми были его барские замашки в которых всегда значительную роль играла прихоть иногда и весьма причудливая почему-то он был убежден в том что французы всего этого слишком российского слишком простодушного не поймут им все равно не понять с другой стороны он был чрезвычайно озабочен тем что он принимал за требования стиля в чем сказывался его неисправимый эстетизм на этот счет и я и Серов и Бакст немало спорили с ним но когда Сережа закусывал у дела то с ним ничего нельзя было поделать и никакие резоны не действовали таким образом русское художество оказалось в Париже лишенным представительства и Верещагина и обоих Маковских и Сурикова и Виктора Васнецова и даже Александра Иванова да и Крамской и Репин и Ге если имена их и значились в каталоге то на самом деле их участие прошло совершенно незамеченным чего и желал Дягилев так как несколько портретов далеко не лучших и всего одна картина выход после Тайной вечери Ге не могли восполнить отсутствие тех вещей коими эти первостатейные мастера прославились декорировкой выставки заведовал Бакст он подобрал очень приятные и гармоничные колеры для отдельных зал обтянутых холстом но и тут Дягилев навязал ему свою довольно дикую идею расположить древние иконы не на каком-либо нейтральном фоне а на сверкающей золотом парче покрывавший сверху донизу большой зал с которого начиналась выставка это оказалось во вред вещам среди которых были несколько превосходного качества их одолжил великий знаток и собиратель икон лихачев лихачев николай петрович 1862 1936 историк археограф коллекционер основатель русской сфрагистики создатель уникального музея полиографии автор трудов по истории русского иконописания материалы для истории русского иконописания тома 1-й 2-й Санкт-Петербург 1906 год манера письма Андрея Рублева Санкт-Петербург 1907 год внесших существенный вклад в изучение древнерусской живописи академик с 1925 года общее впечатление от иконного зала было театрально эффектным но сами эти строгие образцы древней живописи теряли среди всего такого сверкания а их краски казались тусклыми и грязными мне даже кажется что никто в прессе их не заметил а уж наверное не посвятил им более или менее толкового разбора надо впрочем вспомнить что даже в России 1906 года широкие круги публики тогда только начинали интересоваться иконами и никакого еще чисто художественного подхода к ним не было найдено зато очень удачно получилась та узкая зала в которой Бакст повторил идею уже использованную в Таврическом дворце где среди гигантского колонного зала он устроил рот зимнего сада и здесь в Гранд Палас среди трильяжей и бускетов были расположены чудесные бюсты шубина пейзажи Сильвестра щедрина и здесь же на центральном месте был водружен громадный коронационный портрет Павла I писанный Боровиковским несомненный шедевр мастера в котором художник сумел придать неприглядной фигуре безумного императора что-то мистически жуткое недалеко от Павла висели и шедевры Левицкого вся компания Смолянок на выставке отсутствовали портреты Смолянок Молчановой и Левшиной после многолетнего пребывания на стенах Петерговского Большого Дворца это был первый выезд аристократических барышень в свет и в какой свет прямо в самый центр Парижа успех как раз им выдался исключительный так же как и бесподобному портрету Дидро кисти того же Левицкого специально доставленному из Женевского музея немалый успех выдался и современным русским художникам тогда в первый раз представленным в Париже в такой полноте и с таким тонким подбором общее впечатление от них начиная с испаринского панно врубеля Микула Селенинович было удивительной свежести и бодрости особенно поражали своей правдой поэзией и тонкостью красочных отношений пейзажи Левитана мощно характерные портреты Серова полные щемящей печали большие северные панно Константина Коровина изящная затейливость и очаровательная поэтичность фантазии Сомова и его же чудесные портреты и многое многое другое И я не могу пожаловаться Большинство выставленных мной вещей нашло себе любителей И такое пополнение нашей кассы позволило нам продолжить на несколько месяцев наше пребывание в Париже и провести эти месяцы без особенных материальных тревог и забот Моё личное участие в выставке выразилось кроме того и в том что под моим руководством была она развешена Я же составил изящно изданный и богато иллюстрированный каталог И я же прочёл на самой выставке доклад посвящённый краткой истории русского искусства за последние два века Кончу свой рассказ о нашей выставке при Парижском осеннем салоне 1906 года приведением нескольких цифр Выставка занимала всего 12 зал из которых по крайней мере 4 громадных Каталог насчитывал свыше 700 предметов Среди них было 36 икон 23 избранных произведения Левицкого 6 Роктова 20 Боровиковского 9 Кипренского 14 Венецианова 6 Сильвестра Щедрина 12 Карла Брюлова 18 Левитана 19 Серова 33 Сомова 9 Грабаря 12 Малявина 10 Юона 10 Константина Коровина 31 произведение Бакста и 23 пишущего эти строки Александра Бенуа Одни Эти цифры говорят о значительности всего собранного К этому надо еще прибавить что в помещении выставки было устроено несколько концертов русской камерной музыки как бы предвещавших ту несравненно более значительную манифестацию русской музыки которой Дягилев угостил Париж всего через несколько месяцев после нашей выставки весной следующего 1907 года значительность выставки и ее устроителей побудила администрацию осеннего салона избрать несколько лиц в почетные члены общества с нами той же участи удостоились и наши меценаты супруги Гиршманы а кроме того представить Бакста и меня к ордену почетного легиона который мы оба и получили однако сам Дягилев от этой чести отказался в 1907 году Дягилев устроил в Париже пять концертов русской музыки от Глинки до Скрябина в концертах участвовали Римский Корсков Рахманинов Скрябин приезжал в 1907 году в Париж в связи с Дягилевскими концертами русской музыки на которых исполнялись его вторая симфония и фортепианный концерт сыгранный Гофманом к последней затее я не имел личного касательства но разумеется я был чрезвычайно ею заинтересован и использовал ее как для себя так и для моей Анны Карловны в полной мере получив в свое распоряжение ложу в опера мы не пропустили ни одного концерта ни одной репетиции в нашу ложу набивалось каждый раз несравненно больше народу друзей и знакомых нежели полагалось несменяемой же нашей гостьей являлась тогда в очень эффектных туалетах баронесса Наталья Владимировна Рауш фон Траубенберг супруга уже знакомого читателю кузена кузена Коки Врангеля Коки Рауша то была тогда да таковой и осталась очень влюбленная пара они недавно поженились Рауша жили тогда в Париже где Николай Константинович рассчитывал развить свой талант скульптора что отчасти ему и удалось баронесса же с редким усердием исполняла роль его музы заставляя супруга преодолевать свою склонность к Лене и непрестанно его понукала к работе необычайно живая отзывчивая энергичная она очень полюбилась моей жене и одно время они были прямо подругами кроме того барон был тогда занят портретом статуэткой нашей маленькой Елены которая однако эти сеансы при ее непоседливости скоро стали невмоготу мое отношение к Раушу как художнику было не совсем таким каким хотелось бы чтобы оно было и ему и мне иначе говоря при всей моей симпатии к нему лично как к очень остроумному живому и во всех смыслах приятному человеку я не мог совершенно всерьез принимать его творчество в котором меня всегда огорчала сильная доля дилетантизма возвращаясь к рассказу о концертах русской музыки затея в целом была того же размаха как все что предпринимал наш неистовый друг но впоследствии яркость впечатлений которые произвели его театральные затеи как-то совершенно затмило впечатление от этих концертов интересны были и репетиции но с особенным удовольствием я вспоминаю о тех музыкальных сеансах совершенно интимного характера которые происходили у Сережи в номере гостиницы Дягилев снимал две большие комнаты во двор и еще одну для своего неразлучного слуги Василия Зуйкова и в первой служившей приемной принимать ему приходилось бездну народа красовался огромный рояль не то Плеель не то Блютнер за ним я слыхал Скрябина за ним под аккомпанемент самого Сережи Шаляпин пропивал то в полголоса как бы для проверки а то и во всю свою тогдашнюю мощь то что он собирался поднести публике в том же номере однажды около полуночи Федор Иванович неожиданно предстал перед нами таким как Бог его создал спустившись по служебной лестнице из своего номера над Дягилевским было убийственно жарко и это отчасти оправдывало столь странный чтоб не сказать дикий поступок к тому же артист тогда еще невеликий но сколь чудесный был сильно навеселен что случалось с ним нередко впрочем как раз тогда же он почти не выходил из крайне возбужденного состояния ибо протекал бурный период его романа с той которая стала затем его верной супругой и спутницей жизни а что касается до тех сурдинных пропевов о которых я только что упомянул то слушание их принадлежит к самому восхитительному что я когда-либо испытывал в области музыки именно их интимный характер обвораживал как-то особенно пленяла музыкальность натуры Федора он выявлял самую суть того что пел причем было ясно что он и сам глубоко этим наслаждался помню как он в один из таких сурдинных пропевов доказывал что опера Моцарт и Сальери римского вовсе не скучная опера а содержит в себе удивительный пафос ему очень хотелось чтобы когда-нибудь Дягилев поставил эту двухактную оперу и он действительно убедил Сережу и меня что это стоит но именно с ним и все же она у нас не была поставлена зато комментарии Шаляпина пригодились мне когда в 1915 году я был занят постановкой драмы Пушкина на сцене Московского художественного театра трагедия Пушкина Моцарт и Сальери вместе с каменным гостем и пиром во время чумы входило в единый пушкинский спектакль поставленный Станиславским и Бенуа в Московском художественном театре декорации принадлежали Бенуа и опять сказать кстати именно во время парижских концертов мне выдалось счастье близко познакомиться с автором Моцарта и Сальери римским Корсковым послушать его разговоры и в личном контакте убедиться сколько в этом человеке под наружностью скучного проглотившего язык сухаря было затаенного огня увы мое тогдашнее знакомство с ним не имело продолжения ибо Николай Андреевич скончался летом следующего года Глава 3 1907 год путешествие в Испанию Стелецкий Как в 1899 году так и в 1907 нам тяжко было расстаться с Парижем с Францией в которой на этот раз мы провели немного больше двух лет но надо было возвращаться по всяким причинам мы вовсе не намеревались превращаться в эмигрантов отрываться от родины и то что побудило нас в 1905 году покинуть Петербург здоровье сына нас более не тревожило наш Кока теперь он перестал называться Колей он как-то сам себя переименовал после двух лет проведенных в благотворном воздухе Британии и одной зимы в Версале совершенно креп удивительно вырос и даже возмужал в то же время он соответственно и развился стал многим интересоваться и что нас с женой особенно радовало пристрастился к рисованию уже в тех очень ранних опытах выявлялось несомненное дарование а тут еще как раз подошел один повод почему мы поспешили с отъездом и решили уже ближайшей весной произвести его не помышляя больше о даче где-либо на французских побережьях дело в том что как раз весной 1907 года в Париже оказался Черепнин выписанный если я не ошибаюсь театром опера комик чтобы руководить постановкой музыкальной части снегурочки римского корского приезд Черепнина в Париж в связи с постановкой снегурочки на сцене комической оперы относится к весне 1908 года ее первое представление состоялось 7 мая 1908 года мне же он привез обрадовавшее меня известие что наш балет павильон Армиды назначен к постановке на сцене Мариинского театра и что хореографическая часть поручена молодому и необычайно даровитому артисту Фокину до тех пор выдвигавшемуся исключительно в качестве блестящего танцовщика у меня всякая надежда увидать свой балет на сцене успела за 4 года молчания театральной дирекции совершенно погаснуть и тем более я был обрадован получив свидетельство того что это не так вернее что обстоятельства изменились в мою в нашу пользу это молчание отвечало прекращению добрых отношений между мной и директором Теликовским что произошло вследствие моих довольно суровых критических разборов разных его постановок причем бывали выпады лично против него точнее против самого стиля этих постановок в которых я с полным основанием усматривал как раз его личное влияние я обронил нечто легкомысленное и дилетантское чем все они отличались а главное отсутствие во всем какой-либо поэтической мысли Владимир Аркадьевич подходил к театру с фривольностью светского любителя к этому надо еще прибавить прецизионный эстетизм его супруги Гурли Логиновны рожденный Миллер которая во все время управления мужем императорскими театрами оставалась тайной но настоящей вдохновительницей всей зрелищной стороны постановок заслуга привлечения к театру таких превосходных художников как Константин Коровин и Головин продолжает делать честь супругам Теликовским открывшим и того и другого в еще бытность Владимира Аркадьевича управляющим московской конторой но ни ему ни его жене не хватило культурности или просто ума чтобы ими руководить и извлекать из них лучшее что они могли бы дать объяснялась же такая перемена в отношении нашего балета тем что для нынешнего годового экзаменационного спектакля Фокин выбрал к постановке по совету Черепнина бывшего в те годы управляющим оперой и балета именно наш балет но впрочем не весь а лишь наиболее показную сцену в нем а именно оживление гобелена по словам Фокина он сам отыскал композитора и обрадовал его своим решением поставить балет на его музыку после того как услышал на одном из концертов в консерватории сюиту Черепнина из балета павильон Армиды Фокин против течения воспоминания балетмейстера статьи письма Ленинград Москва 1962 год страница 179 Впрочем Фокину в период написания его поздних мемуаров было по-видимому свойственно приписывать себе некоторые инициативы в создании и осуществлении различных балетных замыслов так по его словам не Черепнин а именно он убедил дирекцию императорских театров привлечь в качестве декоратора павильона Армиды Бенуа против течения страница 181 и именно ему а не Крупенскому принадлежала идея превращения балета из трехактного в одноактный там же и вот успех выдавшейся этой постановке подал новому мне еще неизвестному заведующему постановочной частью Крупенскому мысль не поставит ли весь балет в целом и уже не скромно при участии одной лишь балетной школы а со всей пышностью какую допускала императорская сцена постановка оживленного гобелена была показана на выпускном спектакле балетного училища 15 апреля 1907 года Крупенский был еще совершенно новичком в деле однако он уже успел занять первенствующее положение и как бы заслонить самого директора поговаривали даже что Теликовский устал что он собирается в отставку напротив Крупенский был еще совсем молодым человеком лет 30 и отличался удивительной энергией а к тому же он был богат что обусловливало его полную независимость Черепнин был уверен что это именно Крупенский вырвал у Теликовского согласие на постановку павильона мало того он получил какие-то особые на то полномочия вероятно те самые в которых когда-то было отказано Дягилеву что при этом несмотря на мое отсутствие меня не забыли не только в качестве автора сюжета но в качестве создателя всей зрелищной стороны этим я был обязан Черепнину правда радостное известие привезенное Николаем Николаевичем несло с собой и некоторое огорчение Крупенский был готов немедленно приступить к осуществлению постановки но ставил условие сокращения балета и превращения его из трехактного в одноактный состоящий из трех картин следующих одна за другой без антракта я стал спротивляться но убеждения Черепнина победили мое упорство и после некоторого размышления я даже нашел что пожалуй данное сокращение послужит на пользу дела без ущерба для самого существа всей затеи так будет лучше впечатление от балет получится более целым и сильным естественно что раз я должен был и переработать сюжет и следить за тем чтобы во всем был соблюден определенный стиль стиль любезного мне восемнадцатого века Фокин определенно рассчитывал на то что я ему помогу выдержать этот стиль а Крупенский потирая руки приговаривал от Бенуа можно ожидать что все будет выдержано в чисто гобеленовском вкусе то явилась безотлагательная необходимость поспешить с возвращением именно нашим балетом должен был уже в начале осени открыться новый сезон Мариинского театра уже с середины мая мы стали собираться в дорогу однако за несколько недель до отъезда еще в конце апреля мне удалось осуществить свою давнишнюю мечту посетить Испанию в товарищи по этой экскурсии я выбрал себе милого протопопова бывшего в это наше двухлетнее парижское пребывание нашим неизменным гостем напротив Атя отказалась от поездки из экономических соображений и это сообщило поездке немалый шарм причем моментами Всеволод Дмитриевич развлекал меня и своими чисто русскими чудачествами но я не стану распространяться насчет нашей прогулки побывали мы в Сеговии где надлежало посетить родственника Зулаги Гранхе Мадриде Эскуриале Толедо Бургасе и разумеется впечатлений за эти три недели накопилось столько и были они такой силы что я и до сих пор отчетливо помню все в малейших подробностях приходится ограничиться вот этим конспектом так как иначе мой рассказ грозил бы занять целый том среди этих путевых впечатлений самыми сильными были восторг от живописи Веласкеса в котором я только тогда увидал какого-то безусловного царя живописи то сильнейшее впечатление что я получил в Толедо от погребения графа Оргаса и от поцелуя Иуды грека то наслаждение что доставили мне картины для шпалер Гойи я как раз тогда был занят маленькой популярной монографией заказанной Гржебином монография Франциско Гоя вышла в свет в следующем 1908 году в Гржебинском издательстве Шиповник подавляющее впечатление произвело на меня мрачное величие Эскуреала волшебные сады Гранхи мы увидали сначала под покровом снега но горячее солнце вышедшее во время нашего прескверного завтрака в несколько минут превратила зимний пейзаж в ликующий весенний а как резюмировать восхищение от грандиозных и роскошных кафедралей в Толедо Сеговии и Бургасе а также от всего испанского чудесно красочного и грандиозно сурового пейзажа благодаря рекомендательным письмам которыми меня снабдили Щукин с этим едким умницей я очень подружился и Игнасио Золуаго я получил доступ во многие запретные места например в охотничий замок Рио-Фрио побывали мы в Мадриде и на бои быков однако Всеволод Дмитриевич в ужасе убежал после первого же пробитого лошадиного живота я ожидав себе зарок что выдержу испытание до конца действительно высидел и даже почти увлекся как может человек увлечься всяческим садизмом всяческой бесовщиной однако поклонникам и пропагандистам этого позорного зрелища я не стал в начале мая тотчас после моего возвращения из Испании мы стали собираться в дорогу отказавшись от квартиры мы распределили наше имущество на три группы одни вещи должны были ехать с нами другие надлежало отправить более экономическим образом морем а третьи за ненадобностью мы решили распродать что впрочем как и в 1899 году дало лишь совершенные гроши прежде чем уложиться и двинуться в путь решено было задать у нас отвальный пир и в последний раз собрать всех друзей этот прощальный пир наделал массу хлопот моей жене но эти же хлопоты доставили ей своего рода удовольствие так как Анна Карловна хоть временами и жаловалась на постоянных гостей любила подчевать и угощать пир этот вышел на славу среди приглашенных было несколько французов Жорж де Вольер Доше Максим де Тома Люсьен Симон Андреса Лио и кажется Котте среди русских ростом увесистостью и всей своей редкой живописностью выделялся скульптор Пауло Трубецкой русского впрочем в этом итальянца было мало и для него пришлось готовить особые блюда так как он был убежденным и неуклонным вегетарианцем глядя как другие за обедом ели мясное Пауло по обыкновению загудел как вы можете есть трупы я уже как будто рассказывал что у себя дома в Петербурге он даже ручную волчицу и медвежонка превратил в вегетарианцев обед начался с русских закуск а далее была подана наша семейная гордость венецианские менестроне ризи бизи а затем последовало как полагается рыба жареные куры а на десерт изумительный заказанный у Соловена пирог выпито было немалое количество бутылок разнообразных вин пришлось приискать у соседнего торговца несколько дюжин всевозможной посуды и многое из этого было перебито но какие же пиры не обходятся без таких проторей а к тому же всякое битье почитается за счастье было произнесено и несколько речей естественно что наши французские приятели выражали надежду нас снова в близком будущем увидать среди них что касается меня то такое пожелание исполнилось скорее чем я думал всего через год весной 1908 года я уже оказался опять в Париже занятый заведованием затеянной Дягилевым постановкой Бориса Годунова на следующий день после приезда в Петербург я заявился в дирекцию императорских театров к доселе мне незнакомому Крупенскому он оказался довольно массивным со склонностью к полноте большого роста чернобородом господином он выразил восторг при виде меня и буквально обволок меня своей лаской это меня тем более поразило что мне уже успели сообщить что Крупенский отличался спесью и доходящей до чего-то оскорбительного важностью последнее происходило пожалуй от сознания что при всей своей молодости он уже вступил на путь примехонько ведущий к наивысшим сферам чему могли способствовать его бессарабские богатства к сожалению великолепию его осанки и манер очень вредило шепелявенье который он тщетно пытался маскировать продолжавшееся отсутствие директора и его помощника Вуича делали в те дни раннего лета 1907 года Крупенского каким-то безоперационным владыкой хозяином всего сложного театрального дела свое полновластие он и проявил согласившись не торгуясь с моими условиями вознаграждения и со сроками исполнения заказа предоставив в то же время в мое полное распоряжение отлично оборудованную громадную мастерскую на Алексеевской улице в которой обычно работал Аллегри тогда еще состоявший на государственной службе и которая была мне знакома с того времени когда я в ней четыре года назад был занят дописыванием декораций гибели богов в помощники мне Крупенский определил двух опытных художников Эмме и Экка а также трех или четырех маляров во главе с лучшим знатоком всей техники декорационной живописи имя которого я сейчас забыл это был простой необразованный но необычайно толковый работник на долголетней практике овладевший всеми тайнами трудной декорационной техники и потому оказывавший неоценимые услуги всем тем кто работал для императорской сцены особенно тем кто вроде меня и Бакста Головина и Аполлинария Васнецова не принадлежали к профессиональным декораторам а являлись художниками со стороны мало что в специальном малевании клеевыми красками смыслившими как раз приглашение Головина 1899 Коровина Аполлинария Васнецова Садко 1900 Бакста 1900 и меня началось вторжение посторонних художников в замкнутую сферу деятельности профессионалов и специалистов из двух только что помянутых моих помощников на время писания декораций павильона Армиды тощий длинноногий аккуратный немчик Экк был милым человеком но сущей бездарностью тогда как Эмме несмотря на немецкую фамилию был типичным русаком он не отличался большим вкусом и чувством красок причем был несколько самонадеян и своеволен многое что он делал в мое отсутствие приходилось потом исправлять и переписывать заново зато я мог заслушиваться его очень живописными рассказами так как он был страстный путешественник и все что он зарабатывал он тратил на удовлетворение этой своей страсти в те периоды когда получал отпуск по службе на два три месяца при этом он гнушался проторенных дорожек а манило его исследование совершенно неведомых местностей средневосточной Азии я убежден что проживи Эмме до наших дней он принял бы участие в одной из ставших модными экспедиции поставивших себе целью взобраться на самые высокие вершины Гималаев неделями он слонялся нагруженный рюкзаком в местностях совершенно пустынных безлюдных где не было ни гостиницы ни даже какой-либо харчевни впрочем если я не ошибаюсь ему иногда давались императорским географическим обществом те или иные поручения топографического характера с виду Эмме был коренастый носил короткую белокурую бородку он часто улыбался и повторяю был очень упрям вследствие чего не всегда было легко с ним ладить я от всего был в восторге и принялся с необычайным рвением первым долгом за приготовление эскизов напрасно милый Аргутинский предупреждал меня что нельзя слепо полагаться на ласку и отзывчивость Крупенского что он не успел прославиться за сумасбродного и до крайности непоследовательного человека что например фавор Стелецкого так же быстро кончился как и возник я несколько недель пробыл в самых радужных настроениях кстати о Стелецком Стелецкий Дмитрий Семенович 1875 1947 живописец скульптор график и театральный художник близкий кругу мира искусства свою приверженность темам древней русской истории о которой далее пишет Бенуа он объяснял следующим образом русскому народу подобает иметь свое искусство с годами я понял что только изучая художественные наследия наших предков и даже сначала рабски ему подражая можно и нужно воскресить свою русскую родную красоту понятно не исключается необходимость знать что делали и делают иноземцы и каково было их влияние на расцвет нашего искусства так варварски задушенного в 18 веке и так презираемого почти до наших дней я знаю что мое влечение к русской красоте было врождено во мне а не воспитано Стелецкий описание моей жизни рукопись в собрании Зильберштейна цитируется по книге Валентин Серов в воспоминаниях том 2 страница 108 я не могу причислить Дмитрия Семеновича к моим близким друзьям однако я все же чрезвычайно ценил его и продолжаю ценить как художника и я же не мог подчас не любоваться его чудачествами редкой независимостью его характера и его какой-то неуступчивой художественной честностью уж не раз я признавался на этих страницах в своей чуждости к разным проявлениям националистического начала в чем я почти всегда угадывал какую-то фальшь но вот Стелецкому его фанатическому поклонению всему древнерусскому я как-то поверил и отсюда объясняется мое сочувствие к его попытке это древнерусское возродить в согласии с каким-то свободным вдохновенно его пониманием начав свою художественно-творческую деятельность с раскрашенной скульптуры он в дальнейшем целиком перешел на живопись причем он с годами успел выработать свой совершенно своеобразный и все же покоящийся на проникновенном знакомстве с древними отечественными памятниками стиль особенно ему удавались работы графического характера так бесподобен его стилистический шедевр иллюстрации к слову о полку Игореве существующей в двух редакциях над иллюстрациями к слову о полку Игореве Стилецкий работал с 1900 года когда он был еще учеником академии художеств спустя спустя 10 лет он показал их на выставке мира искусства состоявшейся в Петербурге в зимний сезон 1910 1911 годов 45 иллюстраций к слову были приобретены тогда Третьяковской галереей за последние годы его потянуло и к театру ему же принадлежала сложная постановка царя Федора Иоанновича особенно хороши были бесчисленные костюмы исключительной красоты был подбор суровых красок однако самый спектакль откладывался благодаря разным интригам Стилецкий был мастер вызывать таковые это была неосуществившаяся совместная постановка Мейерхольда и Стилецкого об эскизах декораций к ней Бенуа отозвался в свое время в статье Искусство Стилецкого Аполлон 1911 год номер 4 точно с закоптелых древних стен сошли суровые образы святителей или колдунов и эти бредовые фигуры зачали какой-то страшный литургический хоровод в котором неминуемо если бы все удалось на сцене должна была бы потонуть и самая фабула и все душевные переживания действующих лиц остались бы только чудесные несколько монотонные но чарующие выражащие узоры и плетения Стилецкого Крупенский который сначала было увлекся искусством Стилецкого ручался что он теперь эту постановку осуществит род дружбы завязавшийся между театральным сановником и чудаком художником переживал к моменту моего возвращения какой-то бурный период Крупенский и Стилецкий почти не расставались и их можно было видеть чуть ли не ежедневно на островах куда их доставляла великолепная пара вороных веселье обоих при этом доходило до того что сидя в открытом экипаже они всячески фиглярничали мало того показывали в встречном языке и делали им длинные носы зачинщиком был несомненно Стилецкий в котором часто проявлялось скоморошное начало все в том же древнерусском стиле но как он мог заразить таким баловством своего великолепного и важного начальника это остается необъяснимым во всяком случае дружба и баловство пришли скоро к концу а постановка царя Федора была снова отложена увидела она свет рампы и то частично уже после революции но вовсе не в драме Алексея Константиновича Толстого а в опере мусорского Хованщина прелестны были и глубоко поэтичные декорации Стилецкого к Снегурочке но они дальше эскизов не пошли не имея собственного крова в Петербурге мы воспользовались отсутствием моей сестры Кати она с частью своей семьи уже перебралась в нескучное и поселились в ее квартире где оставался Коля Лансере но думали располагаться здесь недолго а сразу как только я устроил свои дела с постановкой своего балета мы переехали на летнее пребывание в Петергов точнее в ту Петерговскую колонию дачи которой были построены по холмистому хребту тянущемуся вдоль всего берега Финского залива таким образом мы оказались в ближайшем соседстве с деревней Бобыльск в которой находились виллы резиденции обоих моих братьев Леонтия и Михаила это наша Бельсуар Мария Александровна жена Леонтия подыскала нам дачку и наладила в ней все хозяйство в ожидании нашего приезда уже на пятый или шестой день по возвращении на родину мы зажили своей жизнью в этом очень симпатичном двухэтажном домике с садом а для своей работы я выбрал в нижнем этаже застекленную веранду глядевшую на север первым долгом я занялся эскизами декорации павильона армиды и здесь же в середине лета я принялся за исполнение другого заказа полученного мной от историка профессора Князькова затевавшего издания больших картин из русской истории предназначенных служить украшением классных стен кто направил Князькова ко мне я не помню но видимо я еще до личного знакомства пользовался его доверием благодаря чему почти сразу наши взаимоотношения получили желаемую окраску а именно мне задавалось лишь в самых общих чертах изобразить что-либо на ту или иную тему тогда как разработка ее и самый характер каждой композиции предоставлялись целиком мне моему знакомству с прошлым и никаким стеснением мои измышления не подвергались в первую очередь надлежало представить помещика старых времен и наглядно выразить его отношение к крепостному крестьянству гуаш-помещик в деревне находится в картинной галерее Армении в Ереване и датировано не 1907 а 1909 годом тут мне пригодилось мое основательное знакомство с этим бытом главным образом почерпнутые из чтения пространных и дышащих такой подлинностью записок Болотова составлявших в продолжении очень долгого периода мое любимое чтение благодаря обстоятельному и местами столь живому рассказу этого милейшего и культурнейшего для своего времени человека владевшего собственным весьма скромным поместьем но хорошо знакомого с хозяйствами несравненно более значительными благодаря тому что он состоял в течение многих лет управляющим разными крупными имениями и наконец имением внебрачного сына Екатерины II графа Бобринского Благодаря чтению записок Болотова и других однородных им мемуаров я как-то совсем вжился в тот мир и временами точно переселялся в него видя его в непосредственной близи но не самого доброго усердного и разумного Андрея Тимофеевича представлял я в качестве типичной фигуры помещика крепостника а вообразил себя барина лежебоку уютно расположившегося в ясный летний день в углу веранды своего усадебного дома и лениво прислушивающегося к тому обмену слов что происходит между его немцем-конторщиком и группой крестьян пришедших с оброком напрасно кланяются и бьют челом и старые и молодые мужики напрасно причитают бабы напрасно все они нанесли в большом количестве муки и всякой снеди конторщик записывающий в книгу что принесено отмечает и недоимки и что он неумолимо и с угрозой тяжкой расправы требует вся эта группа вырезается темным силуэтом на фоне залитого солнцем регулярного сада по дорожкам которого носятся дети помещика а в отдалении из-за деревни выглядывает церковь и стелется далекий пейзаж с прудом с пашнями как-то нечаянно получилось у меня нечто мне совсем не свойственное нечто вроде обличения но это особенно и понравилось заказчику сразу после этой картины я написал тогда же и две других одна изображала куртак в дни Екатерины II на второй я вернулся к теме которая когда-то уже манила подстрекала меня а именно то был вахт-парад под грозным оком Павла Петровича гуаш-выход императрицы Екатерины II в Царскосельском дворце находится в картинной галерее Армении в Ереване и датировано как и предыдущее не 1907 а 1909 годом Екатерину я представил в момент когда она в сопровождении своего почти супруга очередного фаворита выступает из внутренних покоев Царскосельского дворца в картинный зал где иногда и происходили такие приемы но в данном случае то был необычный прием а нечто более праздничное ибо только что прибыли с Южного фронта курьеры с известием о каких-то победах молодой офицер склоняется к ручке государыня а за ним несут трофеи несколько бунчуковых знамен придворные приглашаемые предшествующими царицепожами расступаются очищают место фрейлины приседают в глубоком реверансе а на первом плане придворный пиит готовится прочесть хвалебную оду в параде при Павле я изобразил мрачный зимний день гуаш-парад при Павле первом 1907 год хранится в Государственном русском музее густой снег сыпется с темного неба в глубине плац парада высится грозный фасад Михайловского замка одна сторона которого еще и в лесах император сопровождаемый двумя сыновьями все трое на конях только что подъехал и теперь вызывает из строя несколько провинившихся офицеров и солдат подходя по очереди к царю они немеют от ужаса ибо встречают его безумный уничтожающий взгляд и слышат его гневный голос тем временем ряды за рядами церемониальным маршем под громыхание оркестров проходят полки и за каждым взводом бегут солдаты специально отряженные чтобы подбирать упавшие из голов неудобные кивера и шляп и тут получилось нечто обличительное но и это против моего желания мне интересно было выявить лишь какую-то мерещившуюся мне картину и если она получилась более или менее убедительной то это мне думается потому что я с давних пор питал какое-то особенное чувство к личности Павла нечто даже похожее на сочетание благоговения с нежностью и жалостью а впрочем странное вообще существо художник вот я например всеми силами души ненавижу войну военщину строевое рабство а между тем нахожу какое-то необъяснимое наслаждение нечто вроде сладострастия в том чтобы изображать и как бы временно перевоплощаться и в безумного Павла и в каждого из этих фронтовых мучеников да мне и этот мрачный день и этот мокрый снег и эта серая стужа все это ненавистно но мне нравится воскрешать в памяти и изображать в картинах такие видения макрый 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 Продолжение следует...